Девушки отдыхают Я это сделаю абсолютно бесплатно Я, может, в первый раз за много лет хочу сделать что-то хорошее Просто назовите имя Любой человек, на которого вы укажете Умрет Я убью его для вас Я убью его для вас Я убью его для вас Здесь тихое место Посфотков раньше не было никаких нападений Нет ни денег, ни телефона Так что похоже на обычный грабеж А документы есть? Кого ограбили? Есть бейджик Евгения Танаева Участник какого-то фестиваля Тихонов проверит Очередная жертва Войны Павлов Думаешь, ее мужик убил? Уверен Ты недооцениваешь женщин Если разозлить, любая может Кирпичом по башке Николай Петрович А хотите поспорим? Проигравший говорит с Рогозиной о премии Для всех, конечно У нее в сумке Столько классных штучек Женщина бы не удержалась Долгоозерская осень Это фестиваль подмосковных театров В этом году проводится уже в восьмой раз Собирают лучшие Очень познавательно, но хотелось бы узнать об убитой Организаторы сообщают, что Танаева Евгения Игоревна Заявлена Хлебнинским театром Что за театр? Бог его знает Хлебнинский, драматический Вообще-то никто не знает этот театр Но Танаева там работала Ну что вы, сударь мой В театре не работают В театре служат Я здесь директор Шибайкина Людмила Витальевна Чем обязана? Людмила Витальевна Посмотрите, пожалуйста, фотографии Ну где же он? Так, так, стоп Сейчас, дыши Кем она служила? Она здесь гримером Гримером служила Она красила, стригла Весь театр, ну не только Ну в смысле, подхалтурила Да что вы! Ну у нас маленькое городское финансирование Мы не можем себе позволить Хороших зарплат, поэтому У нас все немножко подрабатывают Да где она жила? Она приехала откуда-то с периферии И... Ну, любимый, ты ли это? Тут немало каких-то алкоголиков Нам нужно, чтобы кто-то познал Евгения Да Да, конечно Я поеду, конечно Прошу Причина смерти вполне традиционна Различие плотности материалов Чего? Смесь из извести и кварцевого песка Обычно прочнее костной ткани Уэль, ты издеваешься? Ну почему сразу издеваешься? По сути все правильно Черепно-мозговая травма В ране крошка силикатного кирпича Угу, не лежало такое рядом с трупом Били два раза Первый раз ударили по затылку Второй раз в висок Когда жертва уже лежала Контроль не в голову Кирпич осечек не дает И знаешь еще, что интересно? Обрати внимание на ее лицо А что это? На месте преступления такого не было Видимо, под толстым слоем грима Было незаметно Это что-то типа дерматита? Я сделала срезы И все здесь гораздо любопытнее Ваня, ты когда-нибудь такое видел? Короткие волосы? Сам иногда так встригся Ну значит, ты киборг У тебя росли синтетические волосы Знаешь, как наука называет Синтетические волосы? Интриговал Парик Ну, парик это не похоже Кажется, ты сломал зубы А гранит, точнее, силикат науки У меня не облом, а сплошные открытия Грунт на кирпиче, которым убили Танаеву Не совпадает с проблемой грунта С места преступления Значит, убийца принес кирпич с собой Она так была рада, что переехала поближе к Москве Хотела начать новую жизнь Давайте выйдем У меня к вам вопрос Скоро, у погибших были враги? Валя, это что? Это оксалат кальция Я его обнаружила в срезах с кожи А еще ферменты диффенбахии Из этого названия я понял отдельные буквы Диффенбахия – это вечно зеленое растение из Америки Сок которого вызывает сильнейшую аллергию Опять Америка под Кузьмилу? Какая часть Америки тебе не нравится Северная или южная И вообще, диффенбахия давно выращивается как комнатное растение Этот цветок запросто может прикончить какую-нибудь мелкую живность Все самое красивое оказывается опасным Мы все еще о цветах говорим Я против глобальных обобщений У ферментов диффенбахии есть одна особенность Их действие может проявляться не сразу Насколько не сразу? Через несколько минут, часов Иногда даже через сутки Не цветок, а просто не на замедленного действия Ты с этим закончил? Да, а что? Давно хотел попробовать этот крем Попробую, конечно, но... Это вещдок? Вся косметика Танаевой отравлена соком диффенбахии Зараза! Вань, ну что ты раньше не сказал? Да ты не спрашивала! ФЭС расследует убийство гримерши Хлебнинского драматического театра Евгении Танаевой Кто-то ударил ее кирпичом по голове Выясняется, что в свободное от театра время Евгения подрабатывала тем, что стригла и наносила макияж всем желающим Все пузырьки с косметикой погибшей отравлены соком растения, вызывающим сильное раздражение кожи Две недели назад Женя гримировала одну нашу актрису, Киру Емельянову Ну что, плохо загримировала? Да нет, туши она привезла какую-то новую, французскую А у Киры от этой туши, прямо во время спектакля, отек глаз начался Ужас! Ее после первого акта сразу по скорой в больницу увезли Четыре дня под капельницей, чуть не ослепла Хорошо Танаеву после этого не уволили? Да нет, конечно, у нас наносу был фестиваль Долгозерская осень А вы театрал? Если бы У Жени был бейджик Женя была нашим единственным гримером Как мы могли ее уволить? Вы думаете, Кира могла отомстить? Знаете, накануне того злополучного спектакля Кира отпрашивалась с репетиции У нее должны были начаться съемки в каком-то сериале Разве так можно? Конечно, можно Она обещала согласовывать репетиции и съемки Просто она поначалу не могла киношникам свои условия диктовать Из-за отека глаз она лишилась работы и... Видимо, да Потому что, когда она вышла из больницы, она больше о съемках не вспоминала А там как-то, видимо, без нее обошлись Телефон Евгении Танаевой отключился в 15.00 Скорее всего, ее выключил убийца До этого, где он был? Телефон Известно только о последних семи минутах За это время убитая прошла от автобусной остановки до места преступления А еще раньше? Два с половиной часа телефон был вне сети Значит, мы до сих пор не знаем, где была убитая до смерти и чем занималась? Не знаем Но у нее был дешевый китайский смартфон Ему три года в скупках, за такие дают меньше трех тысяч То есть грабеж не был мотивом для убийства? Ну да Я нашел на этом тюбике след от слезной жидкости Угадайте, кому она принадлежит? Ты хочешь сказать, что это актриска-рыдовала, когда пыталась отравить гримершу? Здесь остались следы противовоспалительных капель У нее слезились глаза И, кстати, отравила она не гримершу, а ее клиентов Ну, что-то вроде ты лишила меня работы, а я оставлю тебя без клиентов Да Когда узнают о массовом отравлении ее клиентов Обязательно выйдут на источник зла Женю Танаеву А потом Емельянова увидела, что сок подействовал слабо И решила тупо проломить Танаева череп У вас в компьютере множество запросов о Дефенбахе Ну, она сама виновата Она меня накрасила аллергенной тушью А может быть, что-то туда сама я подмешала У вас с Танаевой был конфликт? Не то чтобы конфликт В общем, у нас была в театре тусовка А она тогда привела своего любовника У вас не устроила моральная сторона вопрос? Это ее не устроило Она посчитала, что я его соблазняю Гриша! Не помешала? Да нет Гриша, я уже домой ухожу Ты со мной или еще побудешь? Пошли Ничего не было Ты неверно поняла Пошли Пошли, пошли, пошли А я его не соблазняла Мы просто переходили на ты, как это положено у нормальных людей А как положено? Мы выпили на брудершафт и три раза поцеловались Что же вы такие здесь необразованные все, а? Так, а почему вы решили отомстить Танаевой именно так? Почему не подали на нее в суд? Вообще-то она мне заплатила двадцать тысяч, чтобы загладить вину А я на них купила сапожки Зачем вы отравили ее косметику? А по-вашему двадцать тысяч это нормально? Я чуть класса за нее не лишилась О боже, она идиотка Идиотка или нет, но про Диффенбахию знают И яд сумела приготовить Где вы были позавчера в три часа дня? Я Я была съемкой Это было на съемочной площадке А кто такой Юра? А Юра это продюсер сериала Но мне же нужно было вернуть роль А Юра подтвердит вашу встречу? Ну конечно же нет Он женат А, так вы в этом смысле возрешали роль? Ну роль она либо есть Либо ее нет А остальное все для неудачников Хорошо А съемочная группа видела вас? Конечно Но они тоже ничего не скажут Потому что Юра их начальник И он что? Женат Тогда вы влепли С чем я вас поздравляю? Товарищ старший лейтенант Кира Георгиевна Нам нужны ваши сапоги Интересуетесь женской обувью? Музыка не хватает, да? 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 Так что вы там говорили про овлиплен? Если принюхаться к сапогам Гажетанки Мирьяновой... Что еще за извращение, а нюхать чужие сапоги? Я это делаю по работе, а не ради удовольствия. Ладно. Что унюхал? Тонкий запах пиротехнического дыма. Так это на съемочной площадке войну снимали? Домовой шашкой зажигали. Там, где вы роль возвращали? Ну да. Километров 30 от города. Съемки с дымом начались в 14, а закончились в 16. А Тонаева убили в 3 часа дня. Кира не могла убить Гримершину и взвратиться на площадку. К тому же, чтобы вернуть роль, тоже нужно время. Мы тут выяснили, что Тонаева чаще всего созванивалась вот с этим человеком. Ну да. Это он. Приятель нашей Гримерши. Зовут его Григорий. Вы что-нибудь о нем знаете? Ну, целуется он так себе. Ради такого я бы не стала убивать. Поверьте. Ну да. Мы встречались с Женей. Ну, только секс и ничего больше. Она тоже так думала? Ну, даже не знаю. Ну, женщинам всегда нужно больше. Где вы были в день ее смерти? В 3 часа дня? Вы меня подозреваете? Ну, зачем мне убивать Женю? Ну, например, она угрожала рассказать о встречах вашей жене. Требовала, чтобы вы ушли из семьи. Господи. Какая там семья? У меня давно ее нет. Света, моя жена, чисто формально. Мы разводимся и пытаемся делить имущество. Не сошлись с характерами? Год назад у нас погибла дочь. Мариночка. Ей всего 7 лет было. Хоть бы раз с детьми занялся. Ты когда последний раз в школе был? А деньги кто зарабатывать будет? Я тоже, между прочим, работаю. А, задницу отсиживаешь? Да пошел ты! Пошла ты! Идиотка! Ребенка напугала! А, ужас! Марина! Марину можно было спасти. Если бы не Свет. Это она давала разрешение. на пересадку сердца. Кому? Девочке какой-то. Даже не знаю. Ну, после этого Мариночку даже не думали лечить. А откуда вы это знаете? А вы не знаете, как это делается? Не слышали, какие у них там взятки берут? Со Светланой вы так и не помирились. Живем, как две крепости в осаде. Уходим, закрываем все на ключ. Света живет в комнате дочери. Нормально, да? Ну, а почему не разъедетесь? Никто не хочет переезжать. Нужно что-то снимать, тратить деньги. У нас сейчас с этим не очень. Кто дома? Артем, у нас полиция. Он заканчивает школу и почти все уходит на репетиторов. Здрасте. Опять что-то случилось? Когда я уже свалю из вашего дурдома? Сдашь экзамены, поедешь. Уеду! Уеду! Можешь не воловаться! Как только мне дадут общагу, я сразу же отсюда свалю! Артем собирается поступать. Питер-Каракорский физико-химический институт. Он у них Олимпиаду выиграл. На пустыре убита гримерша подмосковного театра Евгения Танаева. Под подозрение попадает актриса Кира Емельянова. Но эта версия не подтверждается. ФЭС выясняет, что погибшая встречалась с Григорием Сидякиным. Год назад у Сидякиных погибла дочь. Семейная жизнь развалилась. Григорий разводится с женой, они делят имущество. Бедный мальчик. Отец при живой матери, а любовницу в дом приводит. А такой синий на луну сбежишь. Ну, вообще-то, телефон гримерша был несколько раз в квартире Сидякиных. И всякий раз из всей семьи там был только папаша. А остальные? Кто где? Сын в школе или у репетитора, жена на работе. Ты хочешь сказать, что Светлана не знала о любовнице? Знала, конечно. Да он особо и не скрывал. То волосы найдешь в ванной, то помаду на чашке. А иногда запах. Запах с чего? Чужих духов. Они иногда долго не выветриваются. Мне плевать, пусть спит с кем хочет. А вы когда-нибудь видели ее? Нет, и слава богу. Ну, получается, что Григорий Яковлевич приводил домой любовницу просто так, а не для того, чтобы досадить вам. Он делает все, чтобы сделать мою жизнь невыносимой. Вы думаете, он не может снять квартиру? Он просто специально изводит меня. Григорий Сидяйкин работает инженером теплосетей. Во время убийства любовницы находился на ремонте трубы. Свидетели есть? Небольшая бригада слесарей. Все находились под впечатлением от его русского матерного. Что с алиби его жены? А вот у Светланы сложнее. Она была дома, но там несколько неотвеченных звонков. Оставила телефон дома и пошла убивать? Приняла успокоительное и уснула. Я диспетчер на железной дороге. Нервная работа. Еще какая. Я вообще иногда не могу уснуть после смены. А тут таблеточки примешь и красота. Да вы не волнуйтесь, у меня рецепт есть. Кто может подтвердить, что вы были дома? Артем. Позвать его? Пусть заодно посмотрит, как у матери обыск делают. Сын подтвердит любое алиби матери. Я прошу прощения, а вот это что? Без понятия. Волос какой-то. Похоже, волос был найден на одежде у Евгении Танаевой. Значит, вы ее все-таки встречали с убитой? И она сидела на этой постели? Ну, может, заходила, когда меня не было. Вы же закрываете двери, когда уходите. Ну, арестуйте меня. В тюрьме мне хуже не будет. В компьютере Светланы Сидякиной я нашла запросы по имени Валерия Кисельникова. Кто это? Он работает где-то в оборонке, у него нет своей страницы в соцсети. Но я нашла Сидякиной. Нашли единственную фотку. Это его дочь? Да. Снимок подписан с новым сердцем. Ирина Кисельникова та самая девочка, которую пересадили сердце Мариной Сидякиной. Да. А зачем Светлана искала отца девочки? Этого я не знаю, но неделю назад на Кисельникова было совершено покушение. Кисельникова выстрелили в голову. Он до сих пор находится в коме. Где стреляли? В подъезде его дома. Ты же уже запросил все материалы? Конечно, запросил же. Скоро уже пришлют же. Ты сейчас на пчелу был похож? Жи-жи-жи-жи. Почему на пчелу? На нахнатого шмеля. Мой интерес объясняется очень просто. Он приходил ко мне домой поблагодарить за спасение дочери. Когда это было? Восемь, нет, девять дней назад. Это первый раз. А второй раз дня три. То есть в день, когда погибла любовница вашего мужа? Наверное. Вы же спрашивали тогда, где я была. Ну, это же невозможно. Валерий Аркадьевич Кисельников уже несколько дней лежал в коме. С дыркой в черепе. По-моему, вы что-то путаете. Кисельников не мог врать. Я видела его глаза. Он принес мне фотографию своей дочери. А можно посмотреть? У нее сердце мое, Марина. Поэтому она вроде как моя дочь. Она не подписана. Я ее верну. Не волнуйтесь. Фотография, которую у Лжи Кисельников в ходу Светлане, есть на странице девочки в социальной сети. Ну, строго говоря, распечатать ее оттуда мог кто угодно. Они распечатаны на одном принтере. Посмотри, на обратной стороне бэджика есть небольшая вмятина. След от Валика. Точно такой же след есть на снимке девочки. М-м-м, да. Форма, размер, расположение одинаковые. Да мы эти бэджики сами распечатываем. Я думал, раздует организаторы. Ой, конечно. Но они на всем экономят. Вот прислали нам форму, мы вставляем фотографию, текст. Вот вам бэджик. Ну, тогда у меня для вас плохая новость. Мы изымаемся у вашей компьютера. В смысле? Как? Да вы что? Вы же меня без ножа режете. Как? Вы не волнуйтесь, скорее всего, мы все вернем. Вань, смотри, здесь тоже запросы по Валерию Кисельникову. Кажется, вы несколько дней искали. Нужно выяснить, чьи телефоны находились в театре во время этих поисков. Какая глубокая мысль. Что бы я без тебя делала? Да ладно, не стоит благодарности. Ну, кстати, с этим я полностью согласна. Хорошо, что в Хлебенске маленький театр. Представляешь, сколько бы мы ковырялись в большом? В большом камеры на каждом шагу. Ну, я так думаю. Во время всех поисков Кисельникова в театре находился только один человек. Евгения Танайба. Зачем ей отец девочки с пересаженным сердцем? Ну, может, она имеет отношение к покушению. Они не знакомы. Насколько я понимаю, их телефоны ни разу не пересекались. Можно, Галина Николаевна? Ты как раз вовремя. По субботину закончились идеи. В компьютере директрисы Хлебенского театра я нашел рассылку директорам детских садов. Предлагают выездные спектакли. Когда в театральный поступают, все же в звезды собираются, а потом садятся в маленьких театрах на крошечную зарплату. И что? По детским садам мишек играть? Ты знаешь, вообще это счастье, когда у них есть подработка. Тут и мишкой, и зайчиком сереньким попляшешь. Ну, так что же не уходят-то? Если ни славы, ни денег. Если рассматриваясь с точки зрения патологоанатома, то все актеры в каком-то роде наркоманы. Только кто-то подсаживается на сцену, а кто-то на кино. Больные люди? Согласна. Я вот только не понимаю, почему вы к этому медведю все прицепились? Костюмы синтетики коричневого цвета. Шерсть с него похожа на волокна, которые были на одежде убитой. Оксана, я там костюм медведя доставил. Ой, положительный. В лабораторию, Николай Петрович, пожалуйста. Я сейчас приду. Не могу положить. О, Мишка! С пылу в жару. В смысле, прямо со спектакля. Ну, здравствуйте! Олег Борисович Кошкин. Артист Хлебнинского драматического театра. Очень приятно. Извините. Ай! Ну, что ты щипаешься? Он еще из образа не вышел. Пойдемте. Прошу. Ворс на одежде убитой и на кресле Ситякиной это искусственная шерсть театрального медведя. Отлично. Ты не мог мне об этом сказать в лаборатории? Мог бы. Тогда бы ты не смог увидеть вот это. Та же шерсть? Да. Причем в машине Кошкина полным-полно свежих пальцевых следов Евгении Танаевой. В вашей сумке найдены три пятитысячные купюры с отпечатками пальцев Танаевой. За что она с вами расплатилась? Да она их в руках просто подержала и все. Вы понимаете, что отправитесь к таким же мишкам лес валить? Вы знаете, в этой ситуации я совершенно ни при чем. Да меня Женька наняла за пятьдесят штук, чтобы я сыграл роль Валерия Кисельникова. Зачем? Ну, чтобы я убедил Светлану Сидякину, чтобы та заказала своего мужа. Каким образом? Я говорил Сидякиной, что я раньше был связан с криминалом и убивал людей за деньги, а сейчас смертельно болен и хотел бы для нее, так сказать, на прощание сделать что-то хорошее. Она вам поверила? Ну, конечно. Я же артист. Тем более, когда с похмелья, так я вообще выгляжу очень больным. Я понимаю, вам сложно. Это непростое решение. Просто назовите имя, если кто-то испортил вашу жизнь или мучает вас. Знаете что? Идите-ка вы отсюда. Любой человек, на которого вы укажете, умрет. Я убью его для вас. И вы уже убивали? Они были плохими людьми. А те, кто мне платил, были не лучше. Это стоит больших денег. Но для вас я сделаю это абсолютно бесплатно. И не боитесь, что я сдам вас в полицию? Я, может, в первый раз за много лет хочу сделать что-то хорошее. Сердце вошедло через пословную девочку. А такими вещами не шутят. есть один человек. Он, кстати, был против пересадки. Зачем была нужна вторая встреча? Обсудить условия, место и алиби заказчицы. А во второй визит вы принесли фотографию Елены? Сердечко наоборот нарисовал. Как говорил мой педагог, в актерской работе главный этап внимания к деталям. Кого вы договорились убить? Ее мужа, Григория. Я записал разговор на телефон отдал его Жене. Машина стояла где-то здесь. Она сидела, в ней меня ждала. А что было дальше? Дальше она расплатилась со мной и пошла к клиентке. Я поехал в театр. Все. А ты она его сказала, зачем ей эта запись? Нет, но я так думаю, что она хотела посадить Сидякина. Ну, либо шантажировать. Чтобы она отказалась от квартиры и уехала в другой город. Жену в тюрьму, сына в общагу, сама под крылок любовнику в трехкомнатную квартиру. Жизнь удалась. Вань, прислали материалы по покушению настоящего Кисельникова. В него стреляли шляпками гвоздей из самопала. Круто. А порох? Наковыряли из строительных патронов. А теперь посмотри на стены подъезда, в которых было покушение. Почему там столько насечек? Высокая скорость и глубокие царапины. Я знаю, почему Кисельников остался жив. Почему? У злодея разорвало ствол самопала. Это следы разрыва. Но может быть так, чтобы при взрыве ствола сам стрелок не пострадал? Теоретически, да, практически мало вероят. Что будет повреждено в первую очередь? Рука, в которой держал ствол, возможно лицо. Мне кажется, что я знаю стрелявшего. У него правой руке была заклеена пластырем. Во время разговора он прятал ее в кармане. А в день покушения на Валерия Кисельникова у Артема Сидякина были занятия с репетитором, английский язык, ЕГЭ и все такое. Это алиби? Репетитор рассказывает, что Артем пришел в тот день на занятие в состоянии близком к истерике и сокровавленной рукой. Он это как-то объяснил? Сказал, что упал около ее дома на разбитую бутылку. Репетитор же промыла ему руку перекисью водорода, заклеила пластырем, но фактически занятия в этот день, конечно же, не было. У нас есть пластырь Артем, одежда, в которую он пришел. Нет, похоже, он все выбросил. Зато у нас есть преддверный коврик из квартиры репетитора, а на нем частицы крови Валерия Кисельникова. Артем принес кровь на своих ботинках, а потом просто ботинки выбросил и решил, что всех перехитрил. Положим, с покушением на Кисельникова мы его свяжем. А что с убийством Танаевой? С этим сложнее, но попробовать можно. На этих ботинках Артема есть следы синий и красной краски. Это уличная краска для граффити. Артем лазил на эту будку. Так и при чем здесь убийство гримерши? Есть у меня одна теория, но пока она не подверждается фактами. Так это называется не теория, а гипотеза. Николай Петрович, отличное место для филологических дискуссий. Давай, давай. Кажется, я что-то нашел. Следы черной кожи. Похоже, с перчаток. Держишь? На крыше трансформаторной будки обнаружены частицы черной кожи с ваших перчаток. А на них следы крови Танаевой, а также частицы силикатного кирпича. Да, но кто же вам сказал, что это мои перчатки? Хороший вопрос. Как понять, чьи были перчатки, если они давно уже в мусоре? Частицы точно такой же кожи обнаружены на лямке вашего рюкзака. Я пытался спасти своих родителей. Рассказывайте. Я повесил камеру в комнату отца, боялся, что он может что-то с мамой сделать, а услышал, как к ней пришел этот Кисельников. Актер, который представился Кисельниковым? Да, но я тогда не знал. Я слышал только его голос. Он представился отцом спасенной девочки, а потом, а потом уговорил мать убить отца. Поэтому вы решили убить его самого? Я думал, что это решит все проблемы. У приятеля в гараже сделал самострел. В первый раз тяжело убивать голыми руками. Кисельниковым. Потом камеру перевесил в коридор. Зачем? Я боялся, что к маме может прийти полиция, когда меня нет дома. А пришел опять этот мужик и начал втирать маме в уши, мол, убью, закопаю и все в этом роде. А как вы это увидели? Я картинку на телефон перевел. Увидел прямо в школе. Как увидел, сразу домой рванул. Подбегаю я там. Из подъезда он выходит. Порядок. 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 Ахахахахаа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так зачем он закинул телефон на крышу трансформаторной будки? Чтобы не отследили его перемещение. Он не успел его домой отнести, и под машину не засунешь. Но он же мог его просто выключить. Тоже подозрительно. Почему вдруг во время убийства телефон вне сети оказался? Все, Николай Петрович, убийца-мужчина. И вы идете к Рогозиной просить премию. Хорошая новость, спасибо. Настоящий Валерий Кисельников вышел из комы. Иль, только один вопрос. Просьба. Ты что-то с Субботину проспорил? Я? Нет. Как ты могла подумать? Да не переживай. Ты уже пятый. А когда похороны? Не знаю. Наверное, приду. Мне сейчас тяжело собраться с мыслями. Я перезвоню. Представляешь? Ирку Цыганкову убили. Да ты что? Когда? Вчера утром. Прямо во дворе возле дома. Кошмар какой. А кто? Неизвестно. Бедная Ирка. О, ты уже дома? Я даже не слышал, как ты приехала. Что с тобой? Тебе же лица нет. Петь, такой кошмар. Ирку Цыганкову убили. Это твою одноклассницу? Да. Прямо во дворе возле дома, посреди белой дня. Теперь же по улице страшно ходить. Вот ты глупенькая. У нас в поселке охраняемая территория. Сюда ни один маргинал не сунется. Нет. Я следующая. Я чувствую. Теперь моя очередь. Так, не накручивай себя. Помнишь, как нас на тренинге учили? Нужно думать о хорошем. И не притягивать к себе негатив. Ну все, успокойся, солнышко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ключи от машины. Телефон. Паспорт. Значит, это не ограбление. Так. На теле убитый три ножевых ранения. Смерть наступила в результате массивного желудочно-кишечного кровотечения, вызванного повреждением брюшной артерии. Время смерти вчера около двадцати двух часов. Убитая Яна Эдуардовна Колесникова. Двадцать пять лет. Замужем за Петром Колесниковым. Детей нет. В чем криминальном не замечено. Владелец строительной компании, доставшейся по наследству от отца. Сейчас открыл туристический бизнес. Жила вдвоем с мужем, в принадлежащем ей загородном доме. Что известно о муже? Колесников Петр Михайлович. Тридцать лет. По нашей линии не привлекался. Работает коммерческим директором в строительной компании жены. У Колесникова мотив? Он единственный наследник, а наследство немалое. Сам Колесников точно не мог совершить убийство. Он накануне улетел в Финляндию на деловые переговоры. Ему сообщили о смерти жены? Да, он вылетел в Москву первым же рейсом. Шустов сейчас к нему поехал, чтобы осмотреть дом и изъять ноутбук Колесникова. Не понимаю, как это могло произойти. Почему это случилось именно с нами? Петр, скажите, ваша супруга в последнее время с кем-нибудь конфликтовала? Но ей могли угрожать? По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Хотя подождите. Нет, вряд ли здесь есть какая-то связь. Ну, это уж мы разберемся, вы рассказывайте. Недавно жена рассказала, что убили ее бывшую одноклассницу. Она очень сильно переживала, боялась ходить по улице. Ой, простите. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы кто? Зоя Пахомова. Это наша домработница. А я не знала, что вы уже вернулись. Мне Яна разрешила сегодня попозже прийти. Зоя. Яну убили. Как? Как убили? Значит, значит, она не зря боялась. И она чувствовала, что ее убьют. О, Господи. Так. Интересно. Что там у тебя? Сына на курке на дедом, рядом с трупом Колесниковой, принадлежит Павлу Орлову. А он есть в нашей базе. И что у нас на него? Так. Восемь лет назад получил срок за убийство своей одноклассницы. Екатерина Черковой. Ему тогда было семнадцать. Молодой да ранний. Кстати, посмотри на номер школы. Убитая Колесникова училась вместе с Орловым и его жертвой. Точно. А месяц назад Орлов, отсидел в срок, вышел на свободу. Удивительное совпадение, да? Мобиль на Орлова выключен. Где он сейчас находится? Будешь определить? Нет, все глухо. Скорее всего, он вынул аккумулятор. У нас есть адрес его родителей. Орлов там прописан. Да, Андрюш, спасибо. Скажите, Петра, а ваша супруга когда-нибудь упоминала некоего Павла Орлова? А почему вас интересует Пашка? Мам, точно, 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 это он, это его рук дело. Он и Ирку Цыганкова убил, и я, ну да, вы послушайте, он всех, он всех нас убьет. Упокойтесь. Слушайте, защитите меня, защитите меня, пожалуйста, выделите мне охрану. Мам, мне нужна помощь, вы понимаете? Галина Николаевна, я был у родителей Орлова. По месту прописки он не проживает. После того, как вернулся в зону, снял однушку в ближайшем Подмосковье. Ну, само собой, за родительские деньги. Где сейчас Орлов находится, родители не знают. Ну, скорее всего, врут. Вы давно знакомы с Яной Колесниковой? С детства. А мы с ней учились в одном классе. Вы были подругами? Да нет. Яна дружила с девочками из своего круга. Наша школа считалась крутой, и в ней в основном учились дети богатых родителей. Ну, а я туда попала по месту жительства. Орлов учился вместе с вами? Да, да, пока его не посадили. Он же нашу одноклассницу убил, Катю Черкову. И как это произошло? У нас была новогодняя дискотека. После нее Катю нашли мертвой недалеко от школы. Потом нас всех вызывали к следователю, и мы с девочками дали показания против Пашки. Кто вы? Все одноклассницы? Да нет, нет. Только Яна, Ира Цыганкова, Вика Певцова и я. И что именно вы сказали следователю? Правду, что Пашка Кате проходы не давал. С восьмого класса ее добивался, а она его посылала. А в тот вечер Пашка напился и так Катю достал, что она, не дождавшись конца дискотеки, пошла домой. А он следом за ней выбежал. Ну, ну ясно же, Пашка вышел на свободу и начал намстить. Он вам угрожал? Нет, нет, он вообще ничего не давал о себе знать. Но из нас четверых, давших против него показания, двое уже убиты. Как вы стали домработницей у Колесниковых? Это произошло абсолютно случайно. Мы с Яной после школы не общались, а полгода назад увиделись на встрече выпускников. Ой, в общем, девчонки, бизнес-вумен звучит, конечно, красиво, но иногда я чувствую себя, как загнанная лошадь. Да ладно тебе преувеличивать? Ну, серьезно. Собираюсь открывать турагентство. Оформляю документы, сняла помещение, делаю в нем ремонт. В общем, занята с утра до ночи, а на дом времени не хватает. Точно, я свидетель. А домработницу нанять не судьба? О, с этим все очень сложно. Тяжело найти чистоплотную и порядочную женщину. Между прочим, за очень приличные деньги. Ян, знаешь, мне кажется, я могу помочь тебе найти выход из положения. Вот так я и предложила свои услуги. На тот момент я работала продавцом в цветочном магазине и получала в два раза меньше, чем Яна была готова платить за уборку и заготовку. А что? Я не гордая. Знакомствами надо уметь пользоваться. Правильно? Понятно. Сейчас вас отвезут домой. Вы, пожалуйста, не покидайте квартиру без крайней необходимости. Дома вы будете в безопасности. ФЭС расследует убийство бизнесвумен Яны Колесниковой. В поле зрения следствия попадает ее бывший одноклассник Павел Орлов. Орлов недавно освободился из заключения. Незадолго до окончания школы он был осужден за убийство. На суде Колесникова и несколько ее одноклассниц дали свидетельские показания против Орлова. Одну из этих девушек убили за несколько дней до гибели Колесниковой. Андрюха, а что нам известно про убийство Цыганковой и одноклассницы Колесниковой? Ее труп нашли в сквере, рядом с домом. Убийство произошло три дня тому назад, около семи утра. Цыганкова шла на работу. Преступник несколько раз ударил ее ножом в живот и скрылся, не взяв сумку с кошельком, мобильным и документами. Ну, тот же почерк. Орудие убийства, соответственно, не найдено. Нет, рядом с трупом, так же, как и рядом с телом Колесниковой, найден окурок той же марки сигарет и тем же характерным прикусом на фильтре. А дай-ка я угадаю, слюна на окурке принадлежит Орлову? Этого определить не удалось. В момент убийства шел дождь и следы с окурка смыла. Галина Николаевна, я не могу связаться с Певцовой. Я еще одной одноклассницей, которая давала показания против Орлова. Мобильный отключен, домашний не отвечает. Ты пробовала связаться с ее родственниками? Ну, ее мать недавно вышла замуж, уехала на ПМЖ в Болгарию. Она неделю назад с ней созванилась, уйтуя было все хорошо. Но Певцова второй день не выходит на работу и коллеги никак не могут ее разыскать. Плохо. Надо ехать к ней домой. Ну что, будем вскрывать? Угу, ясное дело. Так, давай за понятыми и слесаря сюда. Опоздали. Несколько ножевых ранений в облазживота. На ладонях нет оборонительных порезов. Значит, не ожидал нападения и не справедялось. Орудия убийства не обнаружены. Так, рифленая подошва с узором елочки. Скорее всего, отспортим ногу. Ага, сорок третьего размера. На ремешке Часов из квартиры Певцовой, помимо ее отпечатков, обнаружены побежевые следы другого человека. Скорее всего, они принадлежат убийце. Возможно, Певцова, защищаясь, схватила его за руку и порвала ремешок Часов. Галина Николаевна, я пробил телефон Орлова и нашел номер женщины, которая месяц тому назад сдала ему однушку. У нас есть адрес. Игорек, Орлов, видимо, не стал дожидаться, пока мы его найдем, и смотал удочкой. Костя, сорок третий. Сорок третий. В квартире Певцовой, след тоже сорок третьего размера. Слышишь, Ковь, совпадение. Только кроссовок с протектором елочки я не обнаружил. Тут Орлов, наверное, в них и пустился в бега. Что по отпечаткам из квартиры Орлова? На одном стакане, из которого пили дешевое вино, пальчики самого Орлова. Другой стакан, тщательно протерт, на нем отпечатков нет. Но на внутренней поверхности остался след. Пчелиный воск, витамин Е, витамин С, масло какао. Это губная помада? Да, и судя по концентрации Азулена, отсутствие пигментов, бесцветное, гигиеническое. Из этого стакана явно пил кто-то другой. Вряд ли Орлов пользуется губной помадой. Хотя, не знаю. Бывает всякое. Готовы результаты экспертизы под ржавых Орлова. Они идентичны под ржавым на ремешке часов из квартиры Певцовой. Орлова объявляем в розыск. Нужно передать его приметы и фото в средства массовой информации. Квартиру Пахомовой под круглосуточное наблюдение. Ну, а самой Зое выделить охрану. Если, конечно, Орлов до нее еще не добрался. Галина Николаевна, Пахомовой дома нет. Ее телефон Грисона. Константинушка говорит, что она когда-то ушла несколько часов назад. На дыре подъезда есть камера. Я сейчас привезу эту запись. Ну что, нашла Пахомову? Полтора часа назад сигнал ее мобильника был зафиксирован в районе Зыбинского лесопарка. Потом телефон включился. Сейчас посмотрим записи камер наблюдения за ее подъезда. Орлов. Ну, он опять нас опередил. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пульса нет. Черт! Ножевых ранений на теле не видно. Ну, по кому, от этого не легче. Что, убийца опять ничего не взял? Документы, деньги на месте. А вот мобильного телефона я не вижу. Странно. Телефон у него точно был с собой? Он подавал сигналы. Валь, что удалось установить? Смерть наступила примерно три часа назад. Причина перелома основания черепа и отек мозга. Убийца ударил пахом лопа голове? Нет. Судя по всему, она упала и ударила затылком об асфальт. Кто-то ее сильно толкнул в грудь. Об этом свидетельствует гематома на груди. Галина Николаевна, я оставил засаду возле квартиры родителей Орлова. Хотя он вряд ли туда сунется. Наверняка он залег на дно. О, вещдоки по делу убийства Черковой. Оставьте сюда. Спасибо. На первый взгляд все ясно. Орлов, освободившийся из тюрьмы, начал мстить своим одноклассницам, которые восемь лет назад дали против него показания. Но странно, что в последнем случае Орлов изменил ножу. А еще странно, что он всегда, за исключением последнего убийства, оставлял следы на месте преступления. А на последнем мы ничего не нашли. И телефон зачем-то он прихватил. Кстати, о следах. Кровавые отпечатки обуви в квартире Певцовой обрываются рядом с входной дверью. А на коврике перед дверью нет даже микрочастиц крови. Они должны были остаться. Если, конечно, убийца не переобулся перед выходом из квартиры. Кроме того, длина обычного шага мужчины среднего роста 70-90 сантиметров, а женщины среднего роста 50-70 сантиметров. Также угол разворота стопы у женщин колеблется от 12 до 20 градусов. И что? А то, что по результатам экспертизы, следы оставлены в квартире Певцовой, скорее всего, принадлежат женщине или невысокому мужчине. Когда рост Орлова около 180 сантиметров. Кто-то пытается нас обмануть. ФЭС расследует серию убийств молодых женщин. Все они учились в одной школе и 8 лет назад дали в суде свидетельские показания против своего одноклассника Павла Орлова. Орлов был осужден за убийство. Месяц назад Орлов вышел на свободу. Все улики на первый взгляд говорят о том, что это именно Орлов расправился с бывшими одноклассницами. Но сотрудники ФЭС сомневаются в его виновности. Но если Орлов не причастен к преступлениям, почему он пустился в бега? И для чего он следил за Пахомовой? А давайте зайдем с другой стороны. Что нам известно по делу об убийстве Черковой, за которое Орлов получил срок? По словам одноклассницы, Орлов покинул дискотеку сразу же после ухода Черковой. Он сам сначала утверждал, что ушел через 10 минут после ее ухода. К тому времени Черковой в школьном дворе не было, а в переулке рядом со школой был припаркован Мерседес, из которого доносила громкая музыка. Да, но впоследствии Орлов отказался от своих показаний и признался в убийстве. Кроме признания, никаких доказательств его вины нет, а признание он мог дать под давлением. Были еще его отпечатки на лакированной сумочке Черковой. Орлов утверждал, что на дискотеке выхватил у нее сумочку и сказал, что вернет ее, если Черкова пойдет с ним танцевать. Кроме того, на сумочке были обнаружены отпечатки еще одного человека, чью личность следствия идентифицировать не удалось. Там, честно говоря, вообще все очень мутно. Черкова погибла от перелома левой височной кости в результате нанесенного сзади удара тяжелым тупым предметом, возможно, бутылкой. Судя по направлению удара, убийца был левшой, а Орлов правша. Ну, как дела? Нашла что-нибудь по убийству Черковой? Да, кое-что есть. У нее под ногтями были обнаружены частицы крокодиловой кожи. В ходе следствия этому не придали значения, так как у нее в сумочке был кошелек из кожи крокодила. Ну, вроде все логично. А вот и нет. Видишь между ними разницу? Ну, вот этот более добрый, суть по лицу. Ты бы точно почувствовал разницу, если бы тебе пришлось платить за этих рептилий. У Черковой был недорогой кошелек из кожи каймана, купленный в сувенирной лавке во время поездки в Доминикану. Кайман-то который? Вот этот. А это сиамский крокодил. И его кожа стоит огромных денег. По результатам экспертизы, именно ее частицы остались под ногтями у Черковой. Брюшная часть кожи этого крокодила используется, в частности, для оформления салонов автомобилей вип-класса по индивидуальному заказу. Я что-то не понял. Вполне возможно, что именно этой кожей был обид салон иномарки, которую Орлов видел в переулке рядом со школой. Теперь осталась ерунда. Найти машину, которая восемь лет назад была припаркована в одном из переулков города Москвы. Игорь, ты закончил обыск у Пахомовой? После обыска нужно опросить ее подруг. Оксана скинет себе координаты. Может быть, кто-то из них знает, что Пахомовой среди ночи понадобилось в Зыбинском лесопарке. Она же знала, что ей грозит опасность. С кем она там собиралась встречаться? Все шерстишь информацию по автовладельцам, которые в 2008-м заказывали перетяжку салона кожи сиамского крокодила. Закончил. Таких пижонов не так уж много. И кажется, я нашел того, кто нам нужен. Некий Максим Полынин. Что за Полынин? Сын крупного бизнесмена, топ-менеджера компании, принадлежащей его отцу. В 2008-м он проживал в одном доме вместе с Черковой. И, возможно, они были знакомы. А вот это мы сейчас узнаем. Алло, здравствуйте. Старший лейтенант Амелина, федеральная экспертная служба. Я вам сегодня уже звонила. У меня к вам еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, ваша дочь была знакома с Максимом Полыниным? Ага. Понятно. Спасибо. Да, конечно, конечно. Если в деле откроются новые обстоятельства, мы обязательно вам перезвоним. Спасибо. До свидания. Ну что? Черкова дружила с младшей сестрой Полынина. О как. А что, если, возвращаясь к дискотеке, она встретила Полынина? Села к нему в машину. Возможно, он был пьян. Начал к ней приставать. Ну, попытался изнасиловать. А встретил сопротивление, ударил ее бутылкой по голове. Да запросто. А когда понял, что Черкова мертва, просто выбросил ее из машины вместе с сумочкой. В общем, надо этого Полынина как-то идут потрясти. У меня через час важны переговоры с итальянцами. Вы срываете подписание международного контракта. По какому праву вы меня здесь задержали? Да вы пока не задержаны. Мы просто хотели задать вам несколько вопросов. Я не буду отвечать на ваши вопросы без адвоката. Да нет проблем. Он сюда уже едет. Допрос будет производиться. Его присутствие. Просто пока хотели взять ваши отпечатки пальцев, можно? Без проблем. Только быстрее. Конечно. Мое время на вес золота. Руку, пожалуйста, вот сюда. Так. Благодарю. Другую. Все? Нет, не все. Не все. Вот здесь распишитесь. Вот здесь. А вот здесь. А вот, пожалуйста. Все? А вы что, левша? Ну да. А этот тут при чем? Все. Граждане понятые, мы изымаем одежду и личные вещи Пахомовой для проведения экспертизы. Держи. Давай. Все это в ФС. Бегом. Скажите, вы были знакомы с Екатериной Черковой? Черковой? Нет, не припомню. Взгляните повнимательнее. А, да. С этой девочкой мы жили в одном доме. Просто я не знал ее фамилию. А, собственно, почему вы меня про нее спрашиваете? В чем, собственно, дело? А мы предполагаем, что вы были причастны к ее смерти. По результатам экспертизы на сумочке Черковой обнаружены ваши отпечатки пальцев. Подождите, это какой-то беспредел. Вы пытаетесь обвинить меня в убийстве восьмилетней давности. А я смотрю, память к вам начала возвращаться. Это очень хорошо. Мы располагаем свидетельскими показаниями, что точно такой же автомобиль, как и тот, на котором вы ездили тогда на момент убийства был припаркован неподалеку от места, где было найдено тело погибшей девочки. Вы сами себя сейчас слышите? Я буду жаловаться на вас! Или вы что, отрабатываете чей-то заказ? Так, в под ногтевом содержимом Черковой обнаружены микрочастицы крокодилей кожи. Именно той кожи, которая был оббит салон автомобиля на вашего. Плюс, ко всему прочему, убийца, так же, как и вы, левша. Ну что, раскололся? Почти. Адвокат начал торг о чистосердечном признании. О-о-о. Слушай, Галь, а что, если Полынин убрал Пахомова и остальных девушек? А какой у него мотив? Предположим, выйдя на свободу, Орлов начинает докапываться до правды искать настоящего убийцу. Полынин, узнав об этом, решает подставить Орлова и добиться того, чтобы его снова посадили, как рецидивиста. Возможно. Надо проверить эту версию. Кровь. Очень интересно. А ведь Пахомова нас обманула. Она общалась с Орловым и была у него дома. Это ее помада была на стакане. Сейчас ты удивишься еще больше. Галина Николаевна, в общем так, Полынин не имеет отношения к убийствам Пахомова и ее доклассница. Во всяком случае, лично он их не убивал. У него на каждый эпизод твердое алиби. Понятно. Но за убийство Черковой ему в любом случае придется ответить. На одежде Пахомовой кровь Певцовой и Колесниковой. Ничего себе. Получается, это Тихоня порешила с своих подружек? Получается, да. И смерть Загонкова наверняка тоже и рок-дела. А кто тогда убил саму Пахомова? А вот это вопрос. Может, все-таки Орлов Пахомова один раз уже давала против него показания, затем снова пыталась его подставить. Вон, фотки по всем каналам крутятся. Ну, раз Пахомова была у него дома и стащила его вещи, которые подбрасывала на места убийств, то Орлов вполне мог понять, откуда ноги растут. В свое оправдание он уже не верил и решил хотя бы отомстить. Непонятно только, с какой целью Пахомова убивала своих одноклассниц. Приятного аппетита. Присоединяйся. Я опросил подруг Пахомовой. Никто из них не знает, зачем она отправилась в парк. Но ее соседка поделила со мной очень любопытной информацией. Ну, ты прям как Холдов интригу держишь. Рассказывай, что за информация? Оказывается, Пахомова в последнее время просто летала от счастья. Она говорила, что в ее жизни появился идеальный мужчина. Я не понимаю, что тут странного. Ну, конечно, Пахомова не красавица, но и у нее могла быть личная жизнь. Валь, в принципе, могла. Только в ее телефонных контактах нет никаких идеальных мужчин. Да и не идеальных тоже. Такое впечатление, что в ее жизни существовала только работа и родственники. Работа. Работа? А может, она завела отношения со своим работодателем? Мужем Колесниковой? Тогда настоящей целью преступницы была Колесникова. Пахомова могла избавиться от нее, чтобы та не стояла между ней и ее идеальным мужчиной. А остальных одноклассниц она убила, чтобы мы поверили в версию Мстителей Орлова? Надо срочно доставить Колесникова к нам в ФС. Глухо. Колесников не отвечает. Главное, что его телефон в сети. Мы знаем его местонахождение. Вот он! Мчится на большой скорости в сторону подмосковного Кадышева. Интересно, что Колесников там забыл. Безудешный выдается далеко? В центре Кадышева? Ну и мы через пару минут туда подходим. Я что-то не понял. Он за кем-то следит? Похоже на то. Шпионит. А вот и его объект. Это уже серьезно. Стоять! Стой, не дергайся. Поднимайтесь. В порядке? Кто это у нас тут? Гражданин Орлов. Это подстава. Я ни в чем не виноват. Если вы не виноваты, почему пустились в бега? Да потому что знал, что вы все на меня повесите и слушать ничего не станете. Почему же я слушаю вас? Успокойтесь, расскажите все с самого начала по порядку. Значит, вскоре после того, как я откинулся, в смысле освободился, ко мне домой заявилась Зойка Пахомова. С бутылкой. Ну что, давай еще по одной. Пашка, Пашка, ну пожалуйста, прости меня. Знаешь, я все эти годы себя поедом ела. Ладно. Проехали. Да это все следователь, сволочь. Он на меня давил, угрожал, что я аттестат не получу. Вот я и испугалась и под его диктовку все и написала. Дура. Точно дура. Ну скажи, ты меня прощаешь? Причем ты заладил. Говорю же, проехали. Ну, когда я очухался, Зойка уже ушла. Я удивился, что она пепельницу вычистила, а посуду не помыла. Потом обнаружил, что часы мои пропали. Цена три копейки. Еще кроссовки мои сперла. Так. Что было дальше? Через два дня я узнал, что убили Ирку Цыганкову. У меня на зоне чуйка обострилась, шкурой опасность почувствовал. Залег на дно, а потом по телеку прогон пошел, что меня разыскивают по подозрению в убийстве. Тут я все и понял. И что вы поняли? Зачем она бычки сперла? Это же она убивает девок и подставляет меня. Это же все по новой. Опять на зону. И вы решили убить Пахомова? Не. Я ее ментам хотел сдать. Каким образом? Объясните. По телеку не сказали, что уже все девки убиты. Я думал, что смогу доказать свою невиновность, если застукаю Зойку с поличным, когда она попытается расправиться с очередной жертвой. Поэтому вы начали за ней следить? Ну да. Пошел за ней в этот лесопарк, держался на расстоянии, чтоб не запалиться. Ну и потерял ее из виду. А когда нашел, то уже все. Да что за хрень-то? Я запомнил номер машины. Через корешка знакомого выяснил, что тачка зарегистрирована на Петра Колесникова. Пошарил в соцсетях и узнал, что это муж Янки. И понял, что он избавился от жены с помощью Зои. А потом ее зачистил как свидетельницу. За что Колесников пытался убить вас? Доказательств твоего вины у меня не было. Я решил вынудить его сдаться ментам. Это ему не понравилось. Вынудить? Это как же? С почты в Кадышева я отправлял ему по интернету сообщение. Типа, я все знаю, покайся. Про парк писал. Думал, он почту не вычислит. Ну, пока я сидел, технологии ушли вперед. И он быстро меня нашел. Не убивал я девчонок. Вы мне верите? Да. Мы знаем, что и Черкова вы не убивали. И необоснованно просидели восемь лет. Мы нашли настоящего убийцу. Вы будете реабилитированы. И, вероятнее всего, получите материальную компенсацию. А ты что, это решил на работе остаться ночевать? Нет, я уже заканчивал. Чуть-чуть осталось. В момент убийства Пахомовой мобильник Колесникова подавал сигналы из соты Зыбинского лесопарка. Кто б сомневался. Ну, теперь ему точно не отвертятся. Жданин Колесников, вы обвиняетесь в покушении на убийство Павла Орлова. Я мстил ему за убийство жены. Да неужели? А вашу жену убила ваша домработница Пахомова. Вам об этом хорошо известно. Да что вы такое говорите? Ну, Колесников, не поясничать, не надо. Пахомова в личном сговоре с вами убила вашу жену и двух бывших одноклассниц. Ирину Цыганкову и Викторию Певцову. В сговоре? Нет. Я к этим убийствам не имею никакого отношения. Ну да, вы же убили только Пахомова. А другого мотива, как избавиться от опасной сообщницы у вас не было. Это все ваши домыслы, и вы ничего не докажете. Орлов видел вас на месте убийства Пахомовой. А его показания подтверждают данные биллинга. Вы знаете, в последнее время у нас с женой как-то не ладилось, и когда она притащила меня на встречу выпускников, я увидел, что Зоя не сводит с меня глаз. Давайте ближе к делу. Я уговорил жену взять эту работницу, а потом закрутил с ней роман. Ну так, чтобы развлечься. Понятно. Она влюбилась в вас так, что была готова на все даже увезти вас от жены. Да. Но я объяснил ей, что в случае развода я останусь ни с чем. И она согласилась помочь вам избавиться от жены? Да эта идиотка нафантазировалась от черт знает что. Но она сама все сделала. У меня есть алиби, и я тут ни при чем. А когда Пахомова все сделала, вы решили убрать ее? Да я не хотел ее убивать, я только хотел, чтобы она оставила меня в покое. Она всерьез решила, что я на ней женюсь. А в парке она устроила истерику и начала мне шантажировать. Милый, теперь нам ничто не помешает быть вместе. Почему мы должны прятаться ото всех? А теперь мы мы поженимся, правда? Зоя, я тебя очень прошу, оставь меня в покое. Я никогда ничего тебе не обещал. Нет, нет, нет. Ты что? Ты не можешь так со мной поступить. Да, да я, и я ради тебя троих человек убила. Ты? Да ты убийца, психопат. Твое место в тюрьме или в дурдоме. Не подходи ко мне близко. Убирайся. Только вот не надо делать вид, что ты удивлен. Ну нет, ты от меня так легко не отделаешься. Я, я заявлю в полицию и заявлю, что ты убивал вместе со мной. Ты сволочь, ты сволочь! Я просто не рассчитал силу, понимаете? А когда понял, что произошло, испугался и убежал. Прихватив мобильник Пахомовой? Ну, я подумал, вдруг она не удалила нашу переписку, а потом мне на страничку в соцсети стали приходить различные сообщения с угрозами. А как вы догадались, что их отправлял Орлов? Да я понятия не имел, кто это. Сходил с ума от страха. А потом подключил ребят из службы безопасности и они уже вычислили, откуда он выходил в сеть. Дальше вы знаете. Думаю, дело было не совсем так. Пахомова ничего себе не фантазировала. Вы просто ей как-то намекнули, что хорошо бы было бы, если бы Яна куда-нибудь исчезла. Ну, например, Пашка Орлов решил бы ей отомстить. Вот это вот вы точно мне докажете. Думаю, вашей любовной связи серии убийств. Во всяком случае, Орлова в свое время посадили по гораздо меньшим основаниям. Понятно? По гораздо меньшим. Не понимаю. Это как же надо было любить человека, чтобы ради него пойти на тройное убийство? Только вот Колесникова она полюбила или миллионы его жены. Это большой вопрос. Значит, Пахомова так ненавидела свою жизнь, что ради возможности изменить ее взяла такой грех на душу и поставила на кон все. Ну, видимо, это началось еще в школе, когда она насмотрелась на чужое благополучие, которого никогда бы не смогла достичь. Только вот забыла одну народную мудрость. На чужом горе счастья не построишь. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Стоп! Ты тупая корова! Ты разве не понимаешь, что колени идут на 4 четверти? Вниз, вниз, наверх, наверх. Это ведь так просто! Дуня, покажи ей еще раз, она не понимает. Раз и два, три и четыре, пять и шесть, семь и восемь. Спасибо. Поняла? Еще раз. Пять, шесть, семь, восемь. И раз, и два, три, четыре. Спины мягче, локти выше. Раз, и два, семь, восемь. Стоп! Что ты вообще здесь делаешь? Знаешь что, дорогая, иди, пожалуйста, и танцуй в детском саду у себя на утренниках, чтоб я тебя больше здесь не видел. Понятно? Туня, ты у меня молодец. Я старалась, Виктор Владимирович. Молодец. Вадим, подойди сюда. Я тебя поздравляю. У тебя новая партнерша. И знаете что, давайте-ка сейчас соберемся и сделаем это все с настроением с самого начала. Хорошо? Поехали. Семь, восемь. Ну и зачем ты Кристину выгнал? Она не так уж плоха. Ты знаешь, для нее это потолок. А посмотри на Дуни. Ей нужен новый партнер. Кристина всегда вовремя платит. А с твоими выходками мы разоримся. Нет, мы разбогатеем. Я из Дуни буду делать звезду. Кристина. Кристина. Ты где? Я тебе сладкого купила. Тебе ведь можно уже, да? Господи, Кристина! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрей, пробей, значит, номер Зарубина Виктор Владимирович. Трубка, сейчас. Сереж! А? А при трупе есть телефон? Нет, кроме половины головы у него нет ни кашека, ни телефона, ни ключей, ни украшений. Ничего у него нет уже. Угу, ну, в общем-то, слышал, да? Значит, и еще, значит, посмотри танцевальную школу Виктора Зарубина. Наш покойник и ее генеральный директор. Угу. Танюш, что хотел показать? Подойди. Обрати внимание. Что, ты мне блестки хотел показать? Блестки, это, Танюш, все ерунда. Да, с платина упала эта блестка или с костюма. Они же танцори все. Вот это посмотри лучше. Ого. Говоришь, он из танцев? А, танцор с травматом. Я вот думаю, если у него был пистолет, то почему он не защищался? Не успел видать? Год назад на Виктора напал какой-то наркоман с пистолетом. Витя его отобрал у него и даже немного побил. А говорят еще, что танцы не мужской вид спорта. Ой, мой муж очень смелый человек и очень сильный. Кстати, после этого он сам купил травматик. Законно или... Да вы что? У него разрешение. Я, кстати, не завидую тому, кто решит на него напасть. Вы мне скажете, для чего вы меня позвали? Я боюсь, у нас для вас плохие новости. Пройдемте со мной. Валя, проходите. Это Елена Игоревна Зарубина, жена Виктора Владимировича. Это Витя? Мы нашли его в вашей машине недалеко от школы танцев. Можно посмотреть? Ему выстроили в голову с близкого расстояния, так что... Я вас очень прошу, пожалуйста. За что я вот так? Мы думаем, что это ограбление. У вашего мужа были дорогие вещи с собой? Да нет, ничего. Разве что телефон. Ну, может быть, какие-то украшения, золотая цепочка. Да, был у него дизайнерский кулон. Такой очень красивый. Но я не думаю, что в ломбарде за него много дадут. А деньги? Все на карте. Все на карте. Я думаю, что это не грабежа, а имитация. Я не знаю, что это не грабежа. Поэтому я и думаю, что это не грабежа, а имитация. Вот телефонные переговоры за Рубина. Последний звонок был из Международной Федерации Бальных Танцев. А вот эти вот телефоны? Это без регистрации, сим-карты. И еще много посланий через мессенджеры. Слушай, а тут я смотрю много переслых фотографий. Они тоже через эти мессенджеры? Да, это тоже бесплатно. А можно у оператора связи выяснить, что на этих фотографиях? Нет, только сам факт получения. Черт, здесь десятки номеров. Больше всего звонков с телефона некой Натальи Саморуковой. Похоже, у нее с убитым более близкие отношения. Вижу, вижу. Любовница, наверное? Наверное. Наташа наша с Витей ученица. У них пара с Эдиком Насоновым. Им скоро выступать на Даймонд Кап. И мы, естественно, постоянно общались. А Даймонд Кап – это бриллиантовый кубок? А вы что, не знаете? Это самый престижный турнир по бальным танцам. Раз в пять лет проходит. Все мировые звезды к нам приедут. Ну, извините, бальные танцы немного выпали из поля моего зрения. Спонсор – крупнейший алмазный концерн. Этот кубок что-то вроде гамбургского счета. Победитель остается в истории. А Наталья… Саморукова. Саморукова и Эдуард Насонов имели шансы на победу? В салоне собственной машины застрелен Виктор Зарубин, известный тренер бальных танцев, основатель и владелец танцевальной школы. Вскоре в Москве пройдет крупнейший международный турнир «Бриллиантовый кубок». Россию на этом соревновании представляет пара Наталья Саморукова и Эдуард Насонов. Российские танцоры являются одними из главных фаворитов турнира. Зарубин был тренером этой звездной пары. «Бриллиантовый кубок» «Бриллиантовый кубок» «Бриллиантовый кубок» «Бриллиантовый кубок» «Бриллиантовый кубок» Ну, Наташа, соберись, а, детские же ошибки, ну в чем дело? А мне понравилось, ну, я, конечно, не специалист. Вот именно. Давайте прерыв сделаем, а вы мне расскажете про Виктора Владимировича. А что про него рассказать? Например, я восемь лет тренируюсь у него и у Елены Игоревны. Из подающей надежды пары мы превратились в лучшую пару мира. Это замечательно. Можно, пожалуйста, вот сюда вашу руку? Зачем это? Теперь другую. Это чтобы понять, чьи следы остались в машине за Рубина. Мои, что ли? Конечно. Но он постоянно меня привозил, увозил. И в его телефоне больше половины звонков от вас. Через неделю у нас самое важное соревнование в жизни. И я посылаю ему фотографии, нарядов, видосы других пар. Это наша работа. По-хорошему, он вообще должен был заниматься только нами. А в итоге всю школу на себе тянул. Ну, причина смерти более чем очевидна. Так и нестрельное ранение в голову с близкого расстояния. Я думаю, сантиметров 10-15, не больше. Учитывая, что он сидел в машине за рулем, стреляет через окно. Возможно, он был близко знаком со своим убийцей. Ты опять присамороков? Что ты к ней так прицепился? Зачем ей убивать тренера? Ну, Алеша, посуди сама, ей скоро 27 лет. Ну? Танцевальная карьера к закату уже идет. Может, Зарубин посоветовал партнеру Наталье подобрать себе в пару конь помоложе? Это умозрительно. Ты лучше скажи, что у тебя против нее по уликам. Ну, в том-то и дело, я думал, ты что-нибудь подкинешь. Я тебе могу подкинуть только время смерти. 20-30, 21-00. Мы были с Наташей в ресторане на презентации нового шампанского. Называлось «Крымское золото». Где это было? Это было в ресторане «Северное солнце». Мы танцевали два танца, а потом Наташа провела аукцион. Номерная бутылка с личной подписью автора купажа. Кто это может подтвердить? Вы издеваетесь? Там было три телеканала, там были журналисты, о нас все писали. Не очень тяжело. Давайте присядем. В репортажах с презентацией пишут, что после торжественной части звезда российских танцев Наталья Сумарукова спела в караоке. Как далеко ресторан «Северное солнце» от места убийства? Сейчас посмотрим. Полчаса, 20 минут без пробок. Плюс время, чтобы убить тренера. Ни Сумарукова, ни Насонов к убийству тренера не имеет отношения. Вы бы у меня спросили, я бы вам сразу сказал, на их одежде нет следов пороховых газов и нет следов крови. А как насчет жены Зарубина? Плавин школы танцев принадлежит ей. По нашей информации, у вашего мужа было охотничье ружье? Да. Друзья лет пять назад подарили. А сейчас он где? В сейфе. А, Друз, а вы могли бы мне его показать? Это раритетная вещь. Масло, патроны. Здесь всего полкоробки. Чего так мало-то? Кстати, а вы вчера вечером чем занимались, где были? Дома. Ужин готовила. Можете спросить. У гречки и котлеты. Надо будет, спросим. Служба такая. Значит так, ружье, патроны и ружейное масло изберем экспертизу. И ваш надбук тоже. Вы, кстати, зря к Елене Игоревне прицепились. У них была настоящая любовь. Да? А я слышала, что все мужчины в танцах, они как бы не совсем мужчины. Виктор Владимирович был не из таких. Вам бы лучше с Сашей поговорить. Это кто? Саша Павелко. Это тренер. Один из тренеров нашего клуба. Вот он, кстати, из тех, кто не очень мужчина. А он что-то знает про убийство? Ну, я слышала, как он кричал за Рубину, я убью тебя, сволочь. Да, мы поругались. А вы бы как поступили на моем месте? В каком смысле? За Рубин мне два месяца зарплату не платил. А когда я к нему переходил, в Золотые горы обещал. Ну, он как-то объяснял причину невыплаты? Денег у него нет, единственная причина. Хотя я не понимаю, люди ходят, взносы платят, спонсоры опять же. Мне кажется, он все это специально делал. Специально зарплату вам не платил? Я к нему перешел из другого клуба, со скандалом. Ну, теперь придется и отсюда тоже уйти. Он тупо ослабил конкурентов, лишил их хорошего тренера. Да, да. От скромности этот Поленко точно не умрет. Нервный, импульсивный. Производит впечатление человека, способного на спонтанное убийство. Вот именно на спонтанное, а не на хладнокровное и хорошо подготовленное. Ну, может так звезды сложились, что он не оставил никаких лишних следов? Ну, он вообще ничего не оставил. На его одежде нет ни следов крови, ни пороховых газов. Кстати, а вы где были в день убийства в девять вечера? Дома. Мой приятель может подтвердить. Виктор Владимирович делал ставку на кубок, на Деймон Кап. На сон у вас с Саморуковым должны были победить. А что там такие призывы хорошие? Хорошие. И процент тренеру хорошим. И спонсоры нового клуба появились бы. На такой вопрос, скажите честно, вы за Рубиным завидовали? Вы меня пытаетесь обвинить? Виктор Владимирович сам начал эту ссору. Я просто спросил, когда будут деньги. И мне кажется... Ну, что кажется? Продолжите. Он, кажется, начал принимать наркотики. Я видел у него шприцы. Много шприцов. И потом, эта его вспыльчивость, раздражительность... Раньше за Рубиным был совсем другой. Слушай, это ерунда какая-то. Никаких наркотиков в крови не было. И следов уколов тоже не было. Врет. Но ведь это легко проверить. Слушай, а может быть, он пытается перевести стрелки, типа убили за наркотики, ко мне никаких претензий? Или же кто-то из его танцоров сидит на игле? Этот идиот про эти шприцы говорил? Так они у Виктора в сейфе лежали. Несколько упаковок. По описанию очень похоже. Ну, значит, это я сижу на игле. То есть вы принимаете наркотики? Да какие наркотики? У меня артроз. У меня нет еще 27, а мои ноги как инвалида. Сочувствую. Артроз – это профессиональная болезнь танцоров. Ну, точнее, одна из болезней. Я про болезни ничего не знаю. Я хронически здорова. Артроз стопы – это от больших нагрузок на суставы. Мы много тренируемся, особенно сейчас. Я калю обезболивающей. Без этого я не смогу ходить. Я посмотрела финансовые документы школы танцев Зарубина. У них на счету полный ноль. Нет доходов? Доходы есть. Ученики приносят наличные. Но эти деньги на счет школы не попадают. А куда же они уходят? Галина Николаевна. Ну, это же нал. Как можно его отследить? Ну, например, дорогостоящие покупки, недвижимость. А, нет, ничего подобного нет. Более того, Зарубин обновичил спонсорский взнос. И как же они сейчас жили без денег? На честном слове покойного. Других объяснений нет. А раньше как жили? Раньше совсем другое дело. Они полностью себя окупали. Филиалы платили франшизу, спонсоры регулярно помогали. Я слышала, что бальные танцы – удовольствие не из дешевых. Да. И к тому же Виктор и Елена Зарубиной давали мастер-классы. А это очень прибыльное занятие. Как же процветающий клуб дошел до ручки? Ну, то есть вам, походу, лечиться надо, а не на соревнованиях выступать. Я с восьми лет занимаюсь бальными танцами. И Даймонд Кап – это мой последний шанс войти в историю танцев. У вас шанс стать инвалидом. Бальные танцы – это спорт. Красивый, эстетичный, но спорт. Поэтому приходится чем-то жертвовать. Ну что, жертвовать партнершу? Ладно. Выиграем, пойду лечиться. Или мне ноги отрежу. Что? Я шучу. Все будет хорошо. В ФЭС расследует убийство владельца танцевальной школы Виктора Зарубина. Вскоре в Москве пройдет крупный международный турнир «Бриллиантовый кубок». Ученики убитого – Эдуард Насонов и Наталья Саморукова – главные претенденты на победу. Между тем выясняется, что на счету школы нет денег. Под подозрение попадает супруга убитого – Елена. Ты прикинь, они про вечную любовь нам втирали. Между кем и кем? Бриллиантовым и его женой. Вечной любви не существует, в принципе. А в чем дело? Ну не обобщай. Она существует, только не в этом случае. На домашнем компьютере Зарубинах я нашла запросы о разделе имущества. Раздел имущества при разводе. И кто же из них собрался разводиться? Похоже, жена Елена Игоревна. Когда делали эти запросы, мобильник мужа находился большей частью в районе школы танцев. А ее? Она была дома. Вообще не все так плохо, обычно я кремами спасаюсь. Только не все кремы помогают. Вы откуда знаете, у вас тоже ноги больные? Мне 23 года, поэтому мне еще рано болеть такими болезнями. Я крем покупал Наташе на презентацию шампанского. Я тупо не успевала зайти в аптеку. Я должен был купить ее обычный лисинемин, а купил ленисин. Но Наташе не помог, поэтому мы даже чуть танец не отменили. Ладно тебе наговаривать, отменили. Укололось и все в порядке. В принципе, да, почти никто не заметил. Все, хватит. Пошли дальше работать. А я думала, героизм только в спецназе. На ружье нет вообще никаких отпечатков. На ружье нет даже следов пороховой гари. Оно тщательно вычищено. После убийства мужа Зарубина заметала следы. Ну, как тогда? Масленка. Ее пальчики есть на масленке, маслом из которой как раз очистили ружье. Она попалась. Она попалась. Я не умею стрелять, но я всегда слежу за тем, чтобы ружье было начищено. А зачем? Затем же зачем чистят, например, столовое серебро. Во всем должен быть порядок. А, порядок. Кстати, к вопросу о порядке. Вы в курсе, что творилось с финансами в вашей школе танцев? Она же и ваша наполовину. Ну, конечно, в курсе. В доме пропали деньги. Это трудно не заметить. А муж как-то это объяснял вам? Сказал, что это временные трудности до бриллиантового кубка. Вон оно как. А временным трудностям у нас, если не ошибаюсь, уже два месяца как? Месяц назад у Виктора было день рождения. Ученики и тренеры скинулись и подарили ему новый навороченный смартфон. Очень дорогой. Около ста тысяч стоил. Ничего себе, круто. А вы к чему это? Я предложила ему продать его, чтобы оплатить счета. Но Виктор отказался. А почему? Сказал, что подарки не продают. А теперь этот смартфон украли убийцы. А я сижу здесь, без копейки денег, вся в долгах и должна объяснять, почему я не убивала своего мужа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Порох из патронов зарубитых отличается от пороха, следы которого были на лице покойника. Ну, точнее, на том, что осталось от лица. Вот не надо было сейчас вот вспоминать и уточнять все эти жуткие подробности. По-моему, ты устал. Я жутко разочарован. Порох из патрона, которому убили Зарубина, был снят с производства еще в начале девяностых. Почему? Ну, потому что оружейный завод был закрыт по конверсии. А почему убийца пошел на дело с такими старыми патронами? Они же могли дать осечку. Ну, либо он идиот, либо непрофессионал. Я думала, Виктор прячет деньги, чтобы развестись со мной. У него что, появилась новая женщина? Ну, это первое, что мне пришло в голову. Я должна была точно знать, на что мне рассчитывать. Я должна была подготовиться. Понимаю вас. Так, задерживать я вас пока не буду. Вот, пожалуйста, подписка о невыезде. Вот здесь свой рощерок поставьте. Ну, знакомьтесь пока. Сейчас вызову сотрудника, вас проводят. И выходной пропуск найдут. Подождите, у вашего мужа был крутой телефон. Да, очень навороченная модель. Так, а до крутого, навороченного этого, какую трубку он пользовался? Ну, тоже смартфон, только предыдущего поколения. Вот. А что с этим аппаратом старым? Он сломался, выбросили, подарили, что продали. Да вы что? Мы сыну отдали, он давно просил. Вот с этим мы пока немножко придется обождать. Мы прямо сейчас поедем к вашему сыну. Галина Николаевна, в старом телефоне Зарубина я нашел удаленную фотографию убитого с какой-то девочкой. Как это попало к Зарубину? Прислали по мессенджеру вместе с требованием денег. 500 тысяч рублей или эту фотографию увидят все? И это... Там дальше еще несколько раз пишут про деньги. А... Телефон без регистрации, сейчас выключен. Ну, до чего же хорошо, когда начальника понимают с полуслова. Галина Николаевна, я тоже думаю, что это шантажист вытянул все деньги из Зарубина. Надо узнать, кто эта девочка. Елена Игоревна! Здравствуйте! А что-то еще случилось? Ну, вроде, пока нет. Один вопрос хотели вам задать. Вы знаете эту девочку? Да, конечно. Это Дуся. Евдокия Яковлева. Она у нас в школе занимается. А, кстати, у нее сейчас урок. А что-то случилось? Ну, спасибо. А это как-то связано с Витей? А почему она в таком виде? Так это он здесь встречался? Вы должны мне все рассказать! Субтитры сделал DimaTorzok Это было великолепно. А где Евдокия Яковлева? А ее группа уже закончила. А что? Да пообщаться мы с ней хотели. Дуся наша будущая звезда. Виктор Владимирович активно продвигал. А вы знали об отношениях между Евдокией и Виктором Владимировичем? Боже мой, я же всего 13. Ну, тебе все понятно. Что вам понятно? Мы с Наташей ведем секцию танцевальную в соседней школе. Филиал нашей школы. Там была девочка Кристина... Герасенкова. Герасенкова, да. Очень нравилась Виктору Владимировичу. Замечательно танцевала. На кубке школа победила. Он взял ее к нам в школу, а через два года отдал ее партнеру Дусе. И четыре, и пять, и шесть. Стоп! Что ты вообще здесь делаешь? Иди, пожалуйста, и танцуй в детском саду у себя на утренниках, чтобы я тебя больше здесь не видел. Понятно? Дуня, ты у меня молодец. Я старалась, Виктор Владимирович. Ну, отдал, и что? Ну, конечно, вы не понимаете. Талантливых мальчиков разбирают еще с щенками. Наташ, вспомни, сколько раз ты меняла партнеров, и чего это тебе стоило? Тебе понятно, как бы я стал чемпионкой. А что с Кристиной? Бросила танцы. Угощайся. Я не ем пирожное. Мне нужно держать себя в форме. И чай черный не пью. Только зеленый. Принести зеленый? Давайте вот без заигрываний вот этих. Чего вам надо от меня? Мы не имеем права тебя допрашивать без родителей или педагога. Если вы их позовете, я вообще ничего не скажу. Ладно, давай тогда просто поговорим. Какие у тебя отношения с Виктором Владимировичем? У нас с ним роман. Давно? Несколько месяцев. Кто-нибудь об этом знает? Вы с ума сошли? Я же несовершеннолетняя. Его бы посадили. И где вы встречались? Витя снял квартиру. Улица Красных Танкистов, 18. Ой, держи. Только сначала, сначала ответ мне. Зачем тебе потребовалось эта зеленая, колючая и не очень приятная форма неразумной жизни? Это не неприятная форма жизни. Это очень важный свидетель. Точнее, высотомер. Да, мой маленький, да, колюченький. Расскажи, что знаешь. Слушай, пойду-ка я, то я себя чувствую третьим личным. Искольечко, ну, скольечко, ну, скольечко. У нас есть трост Эвдокии, есть трост убитого тренера, есть ширина конного проема. Для уточнения главных величин нужен был еще какой-нибудь предмет. Кактус? А он самый. А вот теперь самое интересное. Человек, который снял эту фотографию, стоял вот здесь. Это стоянка рядом с банком. Рядом с банком. Значит, в поле зрения камера видеонаблюдения. Это хорошо. Я думаю, что, скорее всего, он в этой машине сидел. Но не будет же он в открытую шпионить. Последний снимок сделан месяц назад. Нам очень повезет, если банк еще сохранил все записи. Съемка велась из этой машины. Она зарегистрирована на Анатолию Герсенкова. Знакомая фамилия? У его дочери Кристины. Убитый отобрал партнера по танцам. Только сейчас Герсенкова нет в стране. Сбежал? Они с Кристиной уехали в Австрию кататься на лыжах. Будут через три дня. А жена Герсенкова Анжела, она в городе? У нее телефон отключен уже как два дня. Она не откроет. Газоанализатор показывает, что все плохо. Сереж. Ничего себе. Газоанализатор ты не соврал. Сейчас. В Айденом комнате Герсенковых идеальная чистота. Ванны и кафель вымыты дезинфицирующим средством. Уничтожали следы? В стиральной машине найдена тряпка, губка для чистки ванны и полотенца. На полке стояли фены, шампунь. На них тоже ничего нет. Все тщательно стерто. Получается, убийца в ванной смыл с себя кровь, вымыл голову, высушил феном, затем тщательно убрался. Убралась. Шампунь женский. Еще пороховые газы на голове Анжелы идентичны газам на голове тренера. И пули, убившие ее из того же металла, что и пуля из головы Зарубина. Анжела Герасенкова убита вечером того же дня, что и Виктор. Плюс-минус вечность. Точнее сказать не могу. Труп несколько дней проезжал в комнате. На теле я обнаружила следы пыток, но нет следов борьбы. Я думаю, ее пытали, чтобы она сказала, где фотографии тренера с малолетней любовницей. К тому же замок не взломан. В любом случае, мне кажется, Анжела знала убийцу, и она распустила ее вечером к себе домой. А убийца, в свою очередь, знала, что мужа и дочери дома не будет. И можно будет спокойно принять душ и смыть все следы. Вы хотели, чтобы никто не узнал, что ваш муж педофил. Да я сама только что от вас это узнала. Ну как вы не понимаете? Дело не в Вите и не в этой убитой тетке. Кто-то хочет уничтожить Наташу Сумарукову. Она-то здесь при чем? Ну она дружила с Анжелой. У Наташи занималась ее дочь. Кто-то хочет, чтобы Наташа и Эдик провалились на кубке. Хотели бы уничтожить Наталью, ее давно бы грохнули. Прошу в машину. Давайте разберемся. Я не понимаю, зачем убийца полезла в душ? Это же очевидно. В смысле да? Значит, она оказалась забрызгана кровью. А одежда? Сейчас холодно, рукав длинный. Значит, она должна была помыть только руки, ну, может, голову. Ну, получается, когда она убивала и пытала Анжелу, на ней не было одежды? Ну, она не могла прийти голой. Значит, она могла прийти в какой-то дорогой, эксклюзивной одежде, которую нельзя выбросить. Невозможно просто постирать. Галина Николаевна, на коврике у входной двери Кересенковых обнаружены следы сладкой спиртосодержащей жидкости. И что это? Этого напитка в базах нет, но я все равно нашел. Это шампанское, крымское золото, которое презентовали в день убийства тренера. И как оно попало на коврик? Очевидно, переносом. На презентации шампанское лилось рекой, лужи были даже у комнат, где танцоры переодевались. Я поняла, почему Наталья Саморукова убила тренера. А я нет. Ей же это невыгодно. Достаточно было убить шантажистку, и все. Наталья не могла рисковать. После убийства Гересенковой началось бы следствие. Вспомнили тот скандал с отчислением Кристины. Возможно, всплыли бы эти деньги, сообщения, угрозы. Ну, представь себе, если бы история с тренером-педофилом всплыла бы еще до кубка. У Натальи не было бы шансов на успех. Ну, кто после такого поставил бы ей высокие баллы? Точно. А еще бы сказали, столько лет с ним занималась, наверняка все знала и молчала. Ну да, смерть тренера минимизировала риск. А к Анжеле, я думаю, Наталья поехала прямо из ресторана, не переодев танцевального платья. А зачем же ей так спешить? Очень просто. Как только все узнали бы об убийстве Зарубина, Гересенкова тут же бы продала историю о его встречах с малолеткой. Привет. Ну, здравствуй. Отлично выглядишь. Я тебе сейчас такую расскажу. А чего в латине? Я на халтуре до одной была. Не могла отказать, сама понимаешь, с деньгами проблема. Ты слышала, что Виктора Владимировича убили? Да что ты делаешь? У нас же больные бойца, да ты думай. Ты не думай. Я не сошла с ума. Просто сейчас будет много крови, а я не хочу пачкать полотен. Оно очень дорогое. А где ты хранишь фотографии Зарубина с его малолетней шлюхой, а? Я должна убедиться, что ты рассказала мне всю правду. Убеди меня в этом, подруга! Эти снимки не должны увидеть остальные, иначе моя карьера полетит к чертям, а у меня не будет другого шанса. Ну что, ты готова? Они все не болят! Я не верю тебе! Я не верю тебе! Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому. А-а-а! Нет, Анюш. Нигде нету на полу ни следов шампанского, ни чего-либо другого липкого. Нет. Так, она пришла на коврике в прихожей, снимает сапоги. И что в таких случаях предлагает хозяйка? Ну что, тапочки предлагает? Ну ты умница и красавица. В тапочках из квартиры Гиросенковой найдены следы вашего пота и средства от артроза. Ну я бывала у Анжелы и постоянно пользуюсь кремом. Постоянно вы используете лисинитин. А в тапочках мы нашли ленисин. Тот, который вам купил ваш партнер по ошибке. Товарищ компания, разрешите? Разрешаю. Ну ничего, обнаружили. Согласно данной экспертизы, на машине Гражданки Саморуковой обнаружили следы пороховых газов и крови Виктора Зарубина. Этого не может быть. Тем не менее, да так. Вот и знакомьтесь с результатом экспертизы. Действительно, в салоне машины мы ничего не нашли. А потом поняли. После убийства тренера вы переоделись прямо на улице. А вот окровавленную одежду положили на капот. Как вы узнали о шантаже? На тренировке одному мальчику стало плохо. И Виктор вышел в зал. Тут ему пришло сообщение. Я думала, что из федерации посмотрела, а там фотографии и текст. И если не заплатишь, я расскажу все прямо на кубке. Как вы узнали, что это Анжела Герасенкова? Виктор сам сказал. Но она и не скрывала. Так, купила телефон новый, чтобы муж не узнал. От деда мне досталось ружье и патроны. Я всего лишь отпилила ствол. Анжела видела, как Дуся садилась в вашу машину. Проследила за вами, купила длиннофокусный объектив и сфотографировала ваше игрище. У нас получится с ней как-нибудь договориться? После этого ее дочь объелась таблеток так, что ее еле откачали. Анжела будет мстить. И пока она не вытащит из вас все соки, не успокоится. Что же делать? У нас ведь кубок на носу. Она всем все расскажет. Виктор Владимирович, не беспокойтесь. Я все улажу. Я убью вас обоих. Привет, любимка. Привет. А что у тебя с видео? И звук что-то не очень. Да, проблема провайдера, скорость низкая. Вот, ну как назло, прям. Почему именно сегодня? А что сегодня? Потому что именно сегодня я хочу предложить тебе руку и сердце. Ты согласна? Это молчание надо понимать, когда. Так, дожди. Сейчас от меня придет курьер с подарком. С каким подарком? Ну, можешь сама догадаться. Ладно, я пока кофе налью. Подожди, пенсек. Кто там? Доставка. Здравствуйте. Это вам. Спасибо. Хорошо, что маски от той эпидемии ходят. Так, надеюсь, что с бриллиантом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Денисова Ирина Максимовна, правильно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, и что, вы приехали? У меня есть ключи от этой квартиры. Вообще, это квартира моего мужа Юры. Мы с Юрой за городом живем, а Маша здесь жила. Хотела быть самостоятельной. Жертва, похоже, задушена. Орудие убийства. Все, ребят, тело можно забирать. Кто мог желать Маше смерти? Не знаю, но она была совсем обычным человеком. Подождите. Был один псих. Вася зовут. Вот. Он друг моего пасынка, Артема. А Артема Юра усыновил в первом браке. Ну, еще до рождения Маши. Сейчас я вам фотографию покажу. Подождите. Сейчас. Вот, посмотрите. А, вот, вот Артем. Его усыновили, когда ему было семь лет. Вот он, посмотрите. Вот. Так что с Васей? Ну, а что с Васей? Преследовал Машу, какие-то стишки ей писал, замуж звал. Зачем он ей нужен? Комплектовщик на складе. Тем более у него с головой проблемы. И что Маша? Ну что Маша, высмеяла его Маша. А когда начала с Никитой встречаться, Вася совсем рехнулся. Последний раз предупреждаю. Или будешь со мной, или ни с кем. Дядь, ты что офигел, а? Обоих убью, а потом себя. А что? Никит, нет. Идем отсюда. Возьми. Что было дальше? Вены себе резал. Раза два. Поставили на учет диспансер. Этот, как его? Психо-неврологический? Да. А фамилия этого Васи? Где живет? Да я не знаю. Вы лучше у Артема спросите. Они до сих пор общаются. Ноутбук проверил? Да нет еще. Так, значит Никита был последний, с кем общалась убитая. Может он что-нибудь слышал? А где вы говорите? Он живет. Подождите, я сейчас вам все напишу. Так, это может он. Пожалуйста, вот адрес. Это. Оксан, хочешь подарок? Обхохочешься. Я же представить себе не могу, что бедная девочка пережила перед смертью. Она не так, чтобы бедная. Денисова Мария Юрьевна, 22 года, дочь владельца элитного ресторана в центре Малиновска, Илькоре. Илькоре? С итальянского переводится как сердце. Какое жуткое совпадение. Или злая ирония преступника. Вот, значит, как. Рука и сердце. Так. Давай, к нам в ФС быстро. Это та же тема. Задушный шнурком. Я что-то не пойму, а где укропсалит? Крови в комнате нет. Дочь ресторатора Мария Денисова убита в своей квартире. Перед смертью кто-то прислал ей в подарок человеческое сердце и отрубленную кисть руки. Жених Марии, Никита, был последним, с кем она общалась перед смертью. Мачеха убитой вспоминает о поклоннике Марии, психически нездоровом Васе. Тот обещал убить Машу и Никиту. Никиту находят убитым. У него отсутствует рука и сердце. Я нашел в компьютере Никита Алёхина программу по изменению голоса. Устанавливается за полчаса до звонка Денисову. Значит, от имени жениха я звонил убийца. Ну зачем? Петрович! Следы крови. Значит, здесь его наш мясник и резал. Аккуратно. Его? Да. Без сюрпризов. И кисть, и сердце. Никита Алёхин был убит вчера около 18 часов. А Марию Денисову убили на два часа позже. Около 20. То есть убийство Денисовы практически совпадает с видеозвонком. Да, Галя, я понял. Мы нашли место, где его резали. В ванной. Костя, надо срочно найти этого таинственного Васю. Поедем съездить по беседам со сводным братом убитой. Поехали. Понятые. За нами. На шнурках неопознанные мужские путы жевые. На зажигалке из прихожей Денисовы неопознанные отпечатки. По базе не проходят. В семье никто не курил. Зажигалка может принадлежать убийце. Телефон Денисовой не найден. Я уже запросил в детализацию. Телефон Алёхина у нас, но там ничего интересного. А в компьютерах? Ну там, кроме той программки, тоже ничего подозрительного. Смотри лучше сюда. Записи с камер на подъезде. Ну и что? Тебе его куртка не понравилась? Сразу видно, что маньяк. То, что тот же самый человек минуту назад выходил из подъезда Алёхина. Время совпадает со временем смерти Денисовой. Похоже, у нас есть фотоубийца. Какой ужас! А кем ваша сестра работала в ресторане? Управляющий. И исполняющий обязанности директора, пока отец отсутствует. Я ее сегодня подменял. А так я здесь главный администратор. Артем Юрьевич, нам бы вашего приятеля Василия найти. Пасечкина? Угу. Зачем? Что, вы подозреваете? Адрес. Улица Строителей, дом 17, квартира 2. Ну это бред! Я Васю знаю с детства, с детдома. Ну он, да, немного пришибленный, но у Васи на такие вещи не способен. Что случилось? Машу убили. Ну как? Иди отсюда, быстро! Узнаете? Это... Это Вась. Пасечкин. О, логовый маньяк, что ли? Ага. Этот Пасечкин буквально зациклен на Денисовой. Что говорят соседи? Анфиса Никифоровна из восьмой квартиры говорит, она с Пасечкиным ежедневно сталкивается. Он на работу, она в магазин. Он с работы, она с Чапиком гуляет. Говорит, два дня его не видела. Чапик? Какого Чапика, Петрович? Соседа. Да понял я, понял. Вот жировые отпечатки на зажигалке принадлежат Василию Пасечкину. А что с его телефоном? Суд и по локализации Пасечкин был вчера в районе домов Денисовой и Алёхина во время преступления. А сейчас? А сейчас он в пятнадцати километрах от города. Там стройки, поля и склады наши уже поехали. Передус. Похоже на то. Наркотик, введенный Пасечкину, синтезированный самостоятельно. Он вызвал остановку сердца. В смысле введенный? Он не сам это сделал? По всей видимости, нет. Шприц с наркотиком он якобы вводил правой рукой, хотя на самом деле он левша. Затем на шприце отпечаток Пасечкина, но оставлен он под таким углом, что сам бы он не мог его оставить, вводя шприцвены. Здесь, по всей видимости, инсценировка. Но Денисову с Алёхиным он мог убить? Сомневаюсь. Судя по гематомам на руках и ногах, он как минимум сутки пролежал связанное. Кроме того, шнурки на ботинках отсутствовали, а как бы он еще полдня бегал по городу без них. Да и крайне сомнительно, что Денисова впустила его Пасечкина в квартиру. Оксана, что у тебя? На одежде микроскопические частицы веревки. Так что насчет связывания все сходится. На джинсах пятна краски светло-бирюзового цвета, оставленные около двух суток назад. Тихонов разбирается с составом. Ясно, Пасечкина подставили, причем не очень умело. Займитесь последними днями жизни Денисова и Алехина. Мы вернулись в исходную точку. Что насчет ампутации и извлеченного сердца? Вскрытие грудины проводил дилетант. Это все, что можно сказать. Рука отрезана тоже очень грубо. А наркотик? Для синтеза использовались эфидрин, содержащие лекарства, красный фосфор, йод, ну и прочие компоненты. Кроме знаний химии на школьном уровне, ничего не требуется. Значит, о преступнике мы знаем только то, что он был в курсе истории с отвергнутым Пасечкиным. Плохо. Нашел что-нибудь интересное по нашему заданию? А ты что, списать хочешь? Вот Тихонов, да ты просто сыплешь астротами. В стендамковенький собрался. Почему нет? А они хорошо зарабатывают. А человек раз в несколько лет должен менять сферу деятельности. В ресторане, где работала Денисова, на днях произошел инцидент. На форуме отзывов работодателях есть свежие сообщения. На администрацию этого ресторана жалуются новый официант. Он проработал на них почти месяц. Они ему зарплату не дали. Хотя обещали до пятого числа. Посмотри-ка, сколько комментариев. И что пишут? Сотрудники, которые работают там давно, уверяют, что такой инцидент, зарплата случился впервые. Они сами в шоке. Ты думаешь, это может быть как-то связано с нашим делом? Думаю, что в любом случае надо пообщаться с сотрудниками. Позвоню Лисицыну. А лучше Круглову. А Лисицын уехал к мачехе убитой девушки. Позвоню Круглову. Последние дни все было как обычно. Но даже если у Маши что-то случилось, то я не в курсе. А вы ведь с патчерицей не очень-то дружили. Я смотрю, вы по ней совсем не горюете. А что притворяться? Теплых, дружеских отношений между нами не было. Но и не враждовали. Такие, знаете, ровные, нейтральные отношения. У меня сейчас другая проблема. Какая? Как же я обо всем об этом мужу сказать? Даже не представляю, что с ним будет. Может быть, вы в дом пройдете? В дом? Да нет, если вы понадобитесь, у вас вызовут. Хорошо. Олесь, вы ведь как бухгалтер отвечаете за своевременную выдачу заработной платы. Поверьте мне, пожалуйста, я не виновата, что так произошло. Ко мне обратился Артем, попросил выдать ему крупную сумму денег наличными. Я сказала, что эти деньги скоро понадобятся на зарплату. А он что? Ну, он настаивал. Сказал, что вернет через пару дней. Но он сын владельца ресторана. Ну, что я могу сделать? Как я могу с ним спорить? Ну, и что, выдали? Да. Ну, а он вернул? Нет, тянул, 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 тянул. Пятое число уже, мне зарплаты выдавать нечем. Сотрудники в гневе. Ну, я что сделаю, из кошелька, что ли, собственного достану? У меня нет денег. А где была в это время Мария Денисова? Она подъехала только после обеда. Сразу ей сотрудники начали жаловаться на меня. Ну, мне что, чужую вину, что ли, на себя брать? И вы сказали ей, что деньги взял Артем? Разумеется. Мария Юрьевна гневалась, она орала, словно фурии. Я вообще ни разу в жизни такой не видела. Она вызвала Артема в кабинет. Мне нужно было подписать у нее бумаги, и я стояла около двери ее кабинета, и поэтому все слышно. Ты же понимаешь, насколько мне тогда это было нужно? Нет, я не понимаю. Вот убей, я не понимаю. Как можно было обворовать отца второй раз? Первый раз спросил. Так можно еще раз, да? Нет, все. Как только он вернется, я все ему расскажу. Я прошу тебя, войди в мое положение. Какое положение? Ну, ты можешь хоть раз в жизни просто побыть с сестрой. Я тебе не сестра. Мы знаем, что вы обворовали отца. Денис обвырнулся и узнал об этом. Поэтому вы убили сестру. И жениха, сестры тоже убили. И поклонника подставили и убили, чтобы запутать следствие. Я никого не убивал. Это бред какой-то. И не воровал. Просто Маша все не так поняла. Ну, расскажите, может, у меня IQ повыше, я пойму. Мне нужны были деньги на собственный бизнес. А не проще ли было попросить у отца? Дело в том, что я уже брал у отца достаточно крупную сумму денег. И не смог ее вернуть. И так же втихую из сейфа. Сколько? Миллион рублей. В чем разница? Между взял и украл. Дело в том, что в семейном бизнесе мне ничего не светит. По завещанию все достанется Маше, родная кровь, все такое. А случись, что с отцом, Маша бы меня сразу выгнала. Ну, теперь это ей ничего не достанется. Может, в этом цель? Нет. Я давно хочу открыть собственное дело. Первый раз пробовали с товарищем. В кредитах нам отказали, а деньги были срочно нужны. И вы не придумали ничего лучше, чем стащить у бати. Я бы отдал. Но мы про Галлею. И отец меня хоть обратно в ресторан взял, но теперь половину зарплаты списывает. В счет долга. И сказал, что если я еще раз на воровстве попадусь, то я и без работы останусь, и без семьи. В каком смысле? В прямом. Не будет помогать, не будет квартиру оплачивать. Неприятно, конечно, но за такое не убивают. Убивают и за меньшее. Дальше что было? Я пересмотрел свои прошлые ошибки, готов начать все заново. Я придумал свой бизнес. Я придумал суши-бар с доставкой. Уже повара сушиста нашел. Курьером я бы сам первое время работал. Вот мне нужны были деньги на оборудование, на разрешительные документы. Это все безумные интересы. Ну, как ты деньги-то вернуть собирался? Отец бы все равно винулся, и по всем узнал. Да я бы перезанял быстро. А к тому моменту я бы уже и на прибыль вышел. Сложно все это. Не проще ли было убить сестру? Ну, сами подумайте, какой смысл мне убивать Машу, если у отца остается еще одна законная наследница, его жена, которой теперь все достанется. Так ты еще и ее убить собирался? Айот? Пока все отрицают. Но это как раз понятно. Улик против него нет. Но и алиби у него нет. В ресторане сказали, что он ушел в половине шестого. Теоретически за это время он мог успеть доехать до Алехина, убить его, а затем сестру. Угу. Соседка Пасечкина видела Артема Денисова в подъезде за день до убийства. Он поднимался по лестнице, она спускалась вниз чапика выгуливать. Очень хорошо. Да, Галя, я понял. Зачем ты приходила к Пасечнику в день его исчезновения? Куртку позаимствовать? За город вывезти, там его подпоить, потом передознуть? Да нет же! Просто приходил его навестить, а его дома не было. Как у вас все хорошо получается, вы ни при чем. Сестра, с которой у тебя был скандал, нет. Число наследников сократилось. Послушайте, вы не там ищите. В тот день, когда мы с Машкой ссорились из-за денег, она на работу пришла такая злая, как будто у нее уже что-то случилось. И она полдня где-то шарилась, хотя обычно с девяти утра на месте. Я вам точно говорю, в тот день что-то произошло. Да сто пудов! Иначе какой смысл ей скандал устраивать? Ей на все эти проблемы с персоналом глубоко пофигу. Наоборот, порадовалась бы, что у нее появился шанс от меня избавиться. Дождалась бы отца и тихо меня слила. Чего орать-то? Убитый управляющий рестораном Мария Денисова и ее жених Никита Алёхин. В убийствах подозревают неуравновешенного поклонника Марии Василия Пасечкина. Однако Пасечкин тоже убит. Преступник попытался его подставить, надев куртку Пасечкина и подбросив улики. Сводный брат Марии, Артем, утверждает, что незадолго до убийства у Марии случилась какая-то неприятность. В календаре из кабинета Денисовой 5-е число выделено в кружок и приписана клиника доктора Карнатова в 12.00. Клиника пластической хирургии, что ли? Остроумно. Как ты догадалась? Карнатова от старого слова «карнать», «обрезать», «обкарнать». В общем, так, что там? В общем, именно в тот день Денисовой полдня не было на работе, и вернулась она очень злая. Может, ей что-то не то пришили? Но если бы у нее оказалась третья рука, то Антонова давным-давно бы об этом знала и доложила. Что Антонова знала? Да ничего, Галина Николаевна, мы пока просто проверяем. Погибшая должна была поехать в пластическую клинику Карнатов. Доктор Карнатов. За двое суток до смерти. Сейчас проверю по локализации телефона. Да, в это время ее телефон находился в соте клиники. Я позвоню Лисицыну. Иван, что там с краской на одежде Пасечкина? Обычная автомобильная краска, судя по составу, из дешевых. Проверь, у кого из фигурантов машина такого цвета. Галина Николаевна, в клинике проверили клиентскую базу. Выяснилось, Денисова была записана на первичный прием, но не появилась. Ага. Людочка, Лазарева во сколько должна прийти? На моих уже 13.00. А вы, я так понимаю, главврач? Да, чем могу? Федеральная экспертная служба, эрлисист. Григорий Рязанский, пластический хирург, главврач. Чем могу помочь? Скажите, вам знакома Мария Денисова? Заочно. Была записана на прием, но так и не пришла. А что случилось? Бирюзовый цвет нигде не встречается. Гаишники редко так пишут. Попробуй голубой или зеленый. Есть. Одно совпадение по голубому, одно по зеленому. Полезу-ка я в соцсети, посмотрим, кто из нас дальтоник. Я ли гаишник. Ну-ка, глаз алмаза скажи, ничего не напоминает. Это мачеха? Цвет машины совпадает с цветом пятен на джинсах Пащичкина. А по документам автомобиль якобы зеленый. Костя, у Ирины Денисовой нужно взять образец краски с автомобиля. Лучше неофициально. Ну, придумай что-нибудь. А вы уже так быстро. Да, быстро и качественно. А что-то случилось? Что за срочность? Да нет, ничего особенного. Хотел пару вопросов задать. Какие отношения у Артема были с Машей? Я как-то не интересовалась их отношениями. Обычные отношения. Ну, до свидания. Майор. Может, поедем ко мне? Попьем кофейку. Мы новую кофемашину купили. Полный автомат. Чудо. Если мне понадобится, я вас вызову. Хорошо. До встречи, майор. Что делаешь? Копаю под мачеху. На ее имя зарегистрирована одна симка. В звонках ничего странного. Общается с мужем, родителями, друзьями. Ох, ну и дамочка попалась на Зойлева. Еле отбился. Ну, что там? Вы как раз вовремя, Галина Николаевна. На джинсах Пасечкина краска с машины Ирины Денисовой. Интересно. Только вот прижать ее пока нечем. Скажешь, что подвозила человека. Кстати, дамочка богатая машину красила. Чуть ли не с баллончик. И уж точно не в фирменном сервисе. Тут что-то не то. Если что-то не то, то мы должны выяснить, что именно. Угу. Судя по ее любообильности, у нее вполне может быть любовник. Ты ее телефон пробил? Какие все умные. Странного советов нет у нее любовника в звонках. Пытаюсь выяснить, не было ли второго номера. Сопоставляю перемещение официальной симки с левыми симками, оказавшимися всех же сотых. Вот-вот, я тоже это хотел предложить. Есть. Одна анонимная симка все время находилась рядом с телефоном Арины Денисовой. Смотри звонки и сопоставь с фигурантами дела. Ты меня еще поучи. Ты куклам голову отрывал, когда я уже был профи. Какой ты старенький. Здрасте, доктор. Для чего звонить в врачу с левого телефона? А Мачех звонил ему только тогда, когда муж на работе был. За последние недели телефон Рязанского аж трижды находился дома у Денисова. Что требовалось доказать, у них любовная связь. Разрешите? Машина Ирины Денисовой засветилась несколько раз на маршруте отстойки, где был найден труп Василия Пасечкина и от дома Никиты Алёхина. Кто за рулем, понять нельзя. Денисова высокая, в бесформенной куртке, вполне могла сойти за мужчину. Кстати, противовирусная маска объясняет, почему Мария впустила убийцу. Возможно, она ждала курьера с подарком от жениха. И это, кстати, объясняет наличие подарочной упаковки на посылке. Во время убийства оба телефонной мачехи были в коттедже, но она могла их там специально оставить. Да, пора с ней поговорить всерьез. Я не понимаю, вы что, меня в чем-то подозреваете? В убийствах. Давайте-ка рассказывайте, как все было. Какие убийства? Зачем мне? Мария как-то узнала о вашем адюльтерии с доктором. Или что произошло? Машина ваша, раз. Краска с машины. На джинсах убитого Пасечкина, два. Видите, мы почти все знаем. Да, я изменяла мужу. И что? Это не повод кого-то убивать. Ни про какую краску, я ничего не знаю. Кто такой Пасечкин, я вообще не в курсе. Здрасте, приехали. Вы ведь сами нам о нем рассказывали. Я? Вы ухажер вашей падчерицы. Василий Пасечкин. А-а-а! Откуда мне было знать его фамилию? Вася да Вася. Рассказывайте про машину. Откуда вмятина на крыле? Вы сами ее закрашивали. Мы с Жорой ехали в моей машине. Я по неосторожности зацепила какую-то рулети. Сигнализация не сработала, но я испугалась, что сейчас вернется хозяин, устроит скандал. Ну, буквально в ступор впал. Поехали, поехали, поехали. Я послушалась. Надо что делать? Потом я увидела это вмятина на крыле. Поняла, что в официальный салон я уже обратиться не смогу. Они начнут задавать вопросы. Тем более, если хозяин Жигулей уже написал заявление в полицию. Ну, а что теперь делать? Да не переживай. У меня есть приятель, он в своем гараже быстренько все сделает. Если надо, и подкрасит. Ну, я отдала ключи Жоре. Юры дома нет, про машину бы никто не спросил. Тем более, что Жора обещал ее сделать за один день. Ну, растянулась, правда, на два. Но когда я увидела машину, она была как новая, и я успокоилась. А когда он вернул, по-моему, машину? Вчера утром. Ну, примерно в девять. Она ведь может врать. Подтвердить ее слова невозможно. Камера, наоборот, в коттедже не работает. Так она сама отключила, не же любовничек ездит. Попробуем подобраться к этой истории. С другой стороны. Внутри, на левом рукаве, есть микроповреждение ткани. Так бывает, когда одежду снимают, и кольцом, или браслетом повреждают. Микрочастицы-куртки могли остаться на украшениях убийцы. Видела эту мадам? Вся в золоте обвешана. Иван, срочно займись Рязанский. Уже, по нему почти ничего интересного, кроме того, что его тестьем является Афанасий Карпов, имевший ходки в девяностых, а ныне авторитетный бизнесмен. Чем он занимается? А вот это уже интересно. Карпов владеет большинством клиник в Малиновске, и считается криминальным авторитетом. Именно в его клинике и труится Рязанский. Что ж, получается, в сокрытии измены заинтересована не только Ирина. А где Рязанский был во время убийств? Его телефон был выключен. Снимите, пожалуйста, руки, все украшения. Учтите, это дорого стоит. Если что-то пропадет, наши конторы не расплатятся. О, майор, как служба? Ну, служба, служба. Я к вам по личному вопросу. Я в прошлый раз на ваши руки часики видел. Можно мне на них взглянуть? Хочу все такие же купить. Прошу. А вы их никому не даете поносить? Вообще-то нет. А вы хотите поносить? А что вы делаете? Да вы не волнуйтесь, с вашими честами ничего не случится. Ну, уж если вы так сильно переживаете, прошу проехать со мной. Я настаиваю. Прошу. На украшениях мачехи очиститься ткани с куртки Пасечкина нет. Но ведь она же могла быть и в других украшениях. Я думаю, что их у нее полно. Придется все изымать. Не придется. Микрофрагменты ткани есть на часах доктора. Ну и что ж, что часы? Кто угодно мог проходить мимо и задеть своей одеждой мои часы. Я не понимаю. Ну да. Подкладка рукава в районе локтя. А кроме того, на одежде из вашей квартиры мы нашли замытые микробрызги крови Никиты Алехина. Это вы, а не Пасечкин. Отбираться бессмысленно. Рассказывайте. Денисов и Карпов знакомы еще со школы. В 90-е строили вместе бизнес. Ходили под бандитскими пули. Они и сейчас лучшие друзья. Поэтому Ирина попала в вашу клинику? По знакомству? Да, мы начали встречаться. И вот несколько дней назад, в тот самый день, когда Денисов поехал покорять вершины, Ирина приехала в клинику. Ну, мы собирались пообедать. Потом позвонил мне Карпов. Сказал, что дочь его друга записана на консультацию и хочет его лечить губы. Имени он не назвал. Да, алло. Пришлось отменить обед. С действием не поспоришь. Ира расстроилась, что зря приехала. Мы немного посидели. А потом я позволил себе лишнего. подождите. Подождите. Да? Алло, привет. Это где? Мне ИНН нужен просто. А в квартире его нет. Наверное, в коттедже забыла. Ты не могла бы посмотреть его в моей комнате? А, нет. Сейчас не могу. А, да я в торговом центре. А. Жаль. Перезвоню. Угу. Приехав в клинику, Маша увидела машину Ирины. Позвонила ей по телефону. И по разговору поняла, что что-то не так. и решила проверить. Так и не дождавшись дочке друга Карпова, я позвонил тестью. И тогда он назвал ее имя. И я все понял. Что было дальше? Я попросил Ирину порыться в телефоне Маши. Как я и ожидал, там оказались фотографии. Чья идея была убить падчерицу и ее жениха и подставить Пасечкина? Вашей или Денисовой? Ну что вы. У Иры в мыслях не было никого убивать. И я не делился с ней своими планами. Эта история могла бы выйти ей боком. Ну, а я бы потерял все. Вы убили трех человек. Вы не понимаете. Вы не знаете моего тестя. Когда я женился на его дочери, он мне так и сказал. Все в округе знают, какой ты бабник. И если что, я сам тебе лично сделаю пластическую операцию. Вы знаете, я ему поверил. Он бы выгнал меня из клиники. Я бы нигде не устроился. Малиновский, весь медицинский бизнес под ним. Или убил бы. Что дальше было? Что было дальше от Иры, я узнал об истории с неравновешенным поклонником Маши. Городок маленький. Найти, где он живет, не составило никакого труда. Постой, враг. Ты Василий? Ты кто? У меня к тебе разговор есть. Чего хотел? Да погоди, остановись. Давай поговорим. Я знакомый Маши Денисовой. Я считаю, что она совершила большую ошибку, связавшись с этим Никитой. С тобой бы ей было лучше. Ты знаешь, у меня есть друзья в органах. Они на него такое накопали. Чего накопали? Пойдем поговорим где-нибудь. Зачем нам лишний уш? Пойдем. Я начал вешаться в ему лапшу на уши. Подливал алкоголь, сам не пил. Я в алкоголь добавил наркотики. Он быстро отключился. Оставлять Алёхина в живых было нельзя. Маша, скорее всего, ему обо всем рассказала. Мне казалось, я продумал все до мелочей. Я обставил все так после изъятия сердца, чтобы никто не догадался, что действовал профессионал. Я оставил труп Алёхина у компьютера, побежал к Маше, позвонил в дверь, представился курьером. Кто там? Доставка. Вряд ли бы она меня узнала. Мы не были знакомы. И она была в таком ажиотаже, что не обратила внимания, что я был в куртке ее поклонника Вася. Да и стала бы она разглядывать какого-то курьера. Вы хоть понимаете, что за убийство трех человек вам светит пожизненное? Пожизненное? Это было бы хорошо. Это конец. Денисов или Карпов все равно на меня отберутся и убьют.